За последние тысячу лет можно было Земли увидеть пять сверхновых. Космические корабли, перво, они, кажется, больше похожи на гробы. Шепард так долго сидел на старте, что ему пришлось прямо в скафандр исходить. Просто на поверхности там плюс 500, поэтому спускаемый аппарат долго не проработает. Тоже Европу сложно изучать, там две поверхности гигантский океан скрывается. Этот сенатор, он слетал на шаттле в космос, и ему было так плохо, что там они даже сделали шкалу измерений и назвали ее в честь его Гарном. Королев, он был как первый среди равных, у него был авторитет, но даже этого было недостаточно. Его, по-моему, даже за границу не выпускали толком, боялись, что он там убежит. Открытие не за тем, кто увидел, а кто понял, что это, и объявил. Этот выпуск я записывал года два, а может даже и три назад, но не пугайтесь, он замечательно состарился, практически вся информация в нем до сих пор актуальна. Но если вы хотите, чтобы выпуски на канале выходили чаще и быстрее, то поддержите его через подписку на Патреоне, либо спонсорство на Ютубе. Более того, за такого рода подписку вы получите доступ к подкасту «Новости бороды», где я примерно раз в месяц рассказываю о всех бэкстейдж-историях, о том, что происходило у меня в жизни, о том, какие съемки происходили, и о том, какие выпуски стоит ждать. А еще для подписчиков на Патреоне и спонсоров есть уютный ламповый дискорд-чат, где можно со мной пообщаться сильно быстрее. Ну а если у вас нет возможности поддержать канал финансово, то просто подпишитесь на Телеграм, чтобы в числе первых узнавать о выходе новых выпусков и вообще о классном контенте вокруг науки, айтишки и искусственного интеллекта. А теперь давайте к освоению космоса. Погнали. Откуда у тебя вообще появилась база, чтобы заниматься, ну, такими, я не знаю, это научные, наверное, уже статьи писанина, техписательства? Не научные, это научно-популярные, а как бы... Научпоп. Да, это научпоп. Где ты учился? А учился я в политехе и по специальности, которая вообще никакого отношения ко всему этому не имеет, ну, вот как-то... На тот момент я, честно говоря, не думал, что писательство мне когда-то пойдет, мне не особо это все нравилось, ну, после выпуска начал для одного сайта писать пару раз, там, пару статей про кино. Ну, как-то пошло, и я начал что-то искать в этом направлении, там было несколько работ, связанных с писательством, ну, там не про космос было, но разные вещи. Потом, в конце концов, вот, все-таки удалось найти и с космосом. Ну, к сожалению, конечно, на наших русскоязычных просторах не так и много каких-то изданий, которые про это специализированы, выписали, так что немножко это не так-то и просто было, но все-таки в итоге вот нашел, и пока вот занимаюсь этим. Ну, кто знает, что будет дальше. Я видел, ты еще фотографируешь космос. Ну, нет, ну, это как фотографирую? Я Луну фотографирую в основном. Ну, да, это как бы космические объекты, естественно, да. Но это немножко же не астрофотография, которой люди занимаются профессионально. Ну, это так, грубо говоря, у него сейчас с собой фотоаппарат, и, ну, там, на него можно Луну сфотографировать, грубо говоря, с самолета. Вот мне это дело нравится. Хочу попытаться подловить пролет МКС на фоне Луны и попробовать посмотреть просто, что получится, но немножко сложновато сделать, потому что у нас, как известно, когда что-то интересное на Ниме происходит, то имеет свойство случаться, типа, зима там, или, не знаю, когда там за месяц вообще солнца не видно даже. Что ж там говорить про звезды? Как ты фоткаешь? Это же не просто фотоаппарат какой-то? Нет, на самом деле это просто фотоаппарат с большим зумом, и я без штатива с рук фотографирую. То есть МКС можно увидеть прямо с обычного зум-объектива? Не, ну, так в том... Не, МКС как раз-таки... Ну, мне интересно посмотреть, что получится. Я немножко сомневаюсь, что... Ну, просто я хотелось бы... Было для себя интересно посмотреть. Ну, с самолета нормально приближает, да, Луну. Так, в принципе, для Инстаграма сойдет, как говорится. Это какой там зум? 83 крата. Ух ты ж. Ну, это не конная суперзума, их линейка. Там, это по 900-й, 83, а есть еще по 1000, там, вообще 125 крат. Это, считай, что карманный телескоп. Ну, только не карманный, он уже достаточно такой массивный, и, конечно, с ним сложновато выходить каждый раз на улицу с такой штукой. Тем более, что он и стоит примерно, какая цифра у него названий, так что тоже таскать его с собой постоянно не очень удобно. Вот, ну, такое хобби есть, да. Слушай, блин, не собирался я про фотки говорить космоса и космических объектов. Можно вставить сцену после титров. Интересно. Да ладно, у нас формат подкаста, поэтому можем говорить о чем угодно. Мне всегда было интересно, ты же не с рук снимаешь, да? Это какой-то штатив специальный или еще что-то. Просто, наверное, сложно уловить объект движущийся. У нас как-то наловчился, так что, ну, делаешь просто серию фотографий, и какая-то из них по статистике будет неразмытой. И если она есть, то ее можно запустить, а если ее нет, то, ну, никто же не узнает правильно. Как вообще понять, в какой части неба нужно ловить объект? Ну, сейчас просто, на самом деле, есть же куча приложений на Google Store. Там есть приложение для посмотреть, например, тоже транзит МКС по фону Нандийской Луны расчет дает. Есть приложение Flightradar, там просто смотришь, какие самолеты летят рядом. Там Blitzertung, там можно молнии отслеживать, например. Ну, небо же, оно вот такое. А в приложениях тебе просто напишут, когда, в какое время кто-то летит. Нет, там все обычно, если компас на телефоне нормально настроен, то оно тебе примерно покажет. На Flightradar, например, там есть режим обзора. Просто вот ставишь телефон так, и оно, если он примерно где-то в поле видимости, оно поставит метку, где он примерно должен находиться. Вот МКС, ну, есть приложение еще... Я знаю, Stellarium, по-моему. Ну, Stellarium, это астропланетарий. Есть там про... я, честно, не помню, как называется. Оно что-то со Sky, там, где, ну, в принципе, даже его запускаешь, то, опять же, компас откалибровал, и оно наводишь на небо. Оно, в принципе, тебе и, собственно, показывает, что ты видишь на этом участке. Созвездие подрисовывает, и, соответственно, в некоторых таких программах оно еще и спутники тебе показывает, какие видны. Вот, то, в ту же МКС. Ну, МКС, в принципе, ее сложно с чем-то перепутать на небе, потому что она все-таки по яркости только... Луна более яркая, ну, может быть, еще Венера. Вот. Когда Илон Маск запускал свои Starlink, он их постоянно запускает, но раньше они имели другое покрытие, они были более яркими, чем сейчас намного, и когда они только запускались, и они шли вот таким вот... Шлейфом. Эшелоном. Это очень крутое было зрелище. Конечно, все астрономы профессиональные там очень бесились и бесятся до сих пор, что это мешает наблюдениям. Но с точки зрения просто вот стоишь на улице и видеть такое, такое луч света, и там вот много таких ярких точек, в нем такая очень интересная картина. Когда у тебя появилась заинтересованность космосом? Да, ну, в детстве еще я когда-то помню, в те времена, может быть, первого-второго класса, там в планетарии какие-то группы водили, я туда ходил. Это какой год примерно был? Ну, я так подозреваю, что район 92-й, 3-й, может быть, 4-й, вот тогда... Ну, как-то вот с тех пор вот сохранилось. Я еще помню, когда в 97-м, там, в 8-м годах эти две кометы были, Хиакутаки и Хейлобопа, вот. Это было популярное затмение 99-го года, помню, когда там у нас было, оно не полное, но приличное, солнце закрыло. Псс, эй, сябра, чуешь меня тене? Если вы поняли, что я только что сказал, то дальнейшая небольшая вставочка рекомендационная для вас. Ну, а всем остальным просто проходите по следующему тайм-коду. А кроме эти бороды, я еще раблю беларуско-моуды-контент на канале Темный Лес. И, кали вам не хапая гикоуско-контенту, контенту про мовы, контенту про программаванне, контенту про навуку и контенту про усиляки фэнтезийные сусветы, то запрашаю вас на канал Темный Лес. Там я ва онлайне раблю шмат подкаст-выпусков про Вархаммер, про Сусветы Толкина, про реаниматологию, про программаванне и все такое. Спасылка на канал Темный Лес будзе о описании до этого ролика. Чакаю вас там, шановные. А зараз протягываем про космос. Давай пообщаемся на тему того, когда человек вообще начал осознавать, так задалека зайдем, что вот есть космос, и когда можно, какой момент можно назвать таким началом космической эры для человечества? Прямо осознанным, вот на твой взгляд. Ну, так, тут немножко, конечно, сложно так конкретно выделить. Ну, люди тут давно следили за небом, и, в общем-то, древние астрономы точно неплохо умели делать многие вещи, там, рассчитывают затмение, например. Ну, это как бы было тоже частью, не то, что это было просто какое-то любопытство, ну, конечно, любопытство тоже было, но это часть жизни была, потому что это было тесно связано с календарем, в общем, уже надо было знать примерно, когда нужно сеять урожай, когда его собирать, то есть это пошло изобретение календаря, и потом уже люди начали замечать какие-то закономерности, которые происходят. Вот, в принципе, те же греки достаточно неплохо знали некоторые вещи, там, Эртосфен, например, измерил окружность Земли с очень неплохой точностью для того времени, но такая, наверное, переломная точка, это все-таки 17 век, изобретение телескопа, но там еще по времени совпало, примерно тогда были сверхновые на небе были видны, а это было достаточно важным событием, потому что, ну, доктрина была, что, как бы, Вселенная, ну, Бог создал все это, оно все как бы создано, и все, тут новые звезды, потом появляется телескоп, Галилей смотрит в телескоп, замечает, что у Юпитера есть спутники, тоже было очень важное открытие, потому что оно, как бы, противоречило системе геоцентрической, вот, фазы Венеры, то есть, по крайней мере, стало понятно, что Земля — это не центр Вселенной. Ну, тогда еще, конечно, считалось, что, как бы, ну, Земля нет, но Солнце, конечно, центр, но это все-таки запустило такое, это стало необратимой точкой, потому что с появлением телескопа потом уже стали ускоряться и ускоряться, потом стали открыты спутники у Сатурна, потом был сделан перерасчет кометы Галлея, не то на закон о няготении, потом открыт Уран, опять-таки это, наверное, последний такой гвоздь в крышку гроба старых представлений. Ну, просто тогда вообще как-то было такое долго-долго в Европе господство о мнении, грубо говоря, что вот античный мир, такой вот недосягаемый идеал, вот были Аристотель, Платон, Птолемея, такие титаны мысли, которые вот все-все изобрели, и мы просто потеряли какие-то знания, но, в принципе, как бы это авторитет, если нечего на них рыпаться, потому что, ну, мы максимум можем достичь их какой-то славы. А так стало как бы понятно, что, ну, они, конечно, по своим меркам великие люди, но были очень во многом чем неправы и целое непаханное поле. Вот. И, ну, тогда уж как-то это, можно сказать, зарождается что-то вроде фантастики. Вот, ну, вообще, насколько я точно не помню, ну, по-моему, что первое, что считается фантастикой про космос, грубо говоря, это еще чуть ли не 15 век, но оно, конечно, такое было все больше религиозное. Там, конечно, это скорее не пришельцы, а какие-то ангелы, вот. Ну, такие какие-то произведения уже начали появляться, вот. Ну, а в 19 веке уже, соответственно, появляется самая настоящая, полноценная научная фантастика. Жюль Верн. Жюль Верн, Уэллс. Да, вот эти вот все путешествия на Луну, нашествия марсиан, все эти архетипичные сюжеты, которые до сих пор, можно сказать, нас не отпускают. Да. Вот. А получается потом мы уже переходим в 20 век. И 20 век уже, конечно, интересен тем, что если до этого все это были люди смотрели на небо, то в 20 веке они как бы уже начали подниматься в небо. Ты имеешь в виду пилотов? В смысле самолеты? Ну, да, самолеты. И как бы были теоретические работы Солковского вот по поводу того, что нужно для того, чтобы выйти в космос. И начинаются первые эксперименты с ракетами. Они были в Штатах, они были в Германии. Ну, вначале это были просто общество энтузиастов небольших, а потом Вторая мировая. Ну, и Вторая мировая, это, конечно, мягко говоря, ничего хорошего для людей не принесло, но она, конечно, стала очень большим толчком для развития ракетостроения, потому что фистически V-2 — это первые ракеты, которые, ну, они хоть, конечно, и по суборбитальной траектории летали, но они все-таки попали формально в космос. Они там на высоте 200 километров летали примерно, то есть, ну, тоже считайте, что космос. Вот. И когда война закончилась, то все это, конечно, очень обе стороны США и СССР сподвигло продолжить изучение всего этого дела. Прежде чем про Холодную войну начать, хочу еще чуть-чуть послушать от тебя пояснение. Ты говорил про Суперновое. А, Сверхновое. Сверхновое. Сверхновое стали толчком. А почему именно в 17 веке? Вроде же, как всегда, такие феномены были на небе. Нет, к сожалению. У меня есть такая вот небольшая мечта — увидеть в жизни Сверхновое. Это очень редкое событие? Очень редкое. Короче, за последние тысячу лет можно было Земли увидеть на небе глазом невооруженным пять Сверхновых. Вау. Причем самое забавное, что они вот в тысяча... Я точно не помню. Там, по-моему, в 2004-1069 год. Ну, короче, в 11 веке две вспыхнулись. Разница примерно лет в 40. И потом было две Сверхновых в 1572 год и 1604-й. С разницей 32 года. А и потом вот не было ни одной Сверхновой после 1604 года. И формально еще можно было увидеть в 1987 году Сверхновую в Большом Магеллановом облаке. Но я не знаю, насколько ее, конечно, реально можно было увидеть, потому что она была достаточно... Это далеко большое расстояние Земли. Ну, в идеальных условиях можно было. Но это южное полушарие. То есть, получается, звезды были настолько близко, что их можно было заметить физически на то время? Ну, тут расстояние еще просто в Млечном Пути есть облака пыли. Если есть облака пыли между звездой и Сверхновой, Сверхновой и Землей, то, ну, как бы глазом не увидишь. Потому что известно, что были Сверхновые после 1604 года, несколько, как минимум. Ну, мы их не видели. На небе их никто не видел. Это вообще длительный процесс? Ну, примерно так. Ну, там есть несколько недель, когда она очень ярко будет гореть. Потом она будет постепенно... Яркость будет уменьшаться. Ну, вот если, например, Бетельгейзер вонет, то считается, что ее можно будет увидеть на небе некоторое время днем. Ну, не то, что она будет как в Солнце прямо, ну, просто днем будет такая вот точка видна, я думаю. Бетельгейзер — это еще та звезда, про которую все хорошо знают, на нее часто смотрят. Ну, да, но все-таки это же верхний край. Это фигура Ориона, грубо говоря. Да, она на небе так неплохо выделяется. Почему это стало толчком? Что люди поняли? Они увидели вспышку в небе, и что? Ну, это... Начали изучать? Да, как я говорил, что вообще бытовало такое мнение, что как бы... Ну, все это вот создано, и Богом оно, в общем-то, неизменно. Нерушимо такое. А тут новая звезда на небе. Ну, понятное дело, что это не то, что это прямо вот такое событие, которое вот все изменило, но это как бы тоже важная предпосылка. Причем оно вот по времени пришлось как раз-таки, когда вот... Буквально перед изобретением телескопа, когда там уже Кеплер был, например, который создал тоже теоретическую основу, которая позволяла понять, почему планеты движутся именно так, про их орбиты, вот. Потому что, опять же, у греков все это какие-то вписывалось в идеальные окружности, что так красиво, а он... Эллиптические орбиты, соответственно, изменение скорости, как тело движется. Это все было важно. Про уран тоже, говоришь, ключевая точка, когда открыли, зафиксировали, да? Ну, это все-таки, да, новая планета. То есть до этого все семь планет, остальных семь, да? Шесть. Шесть были известны очень хорошо. Ну, их можно увидеть невооруженным глазом на небе, и они отличаются от звезд. Так что, да, люди знали, что это не звезды. Вот, кстати, забавная история, что Галилей вообще наблюдал Нептун, восьмую планету. То есть... И некоторые даже предполагают, что он мог понять, что это, ну, не планета, а что-то иное, но... Как бы, как бы то ни было, мы уже не узнаем, но в астрономии ведь считается не... Прав не тот, кто... Открытие не за тем, кто увидел, а кто об этом, грубо говоря, понял, что это и объявил. То есть, грубо говоря, известно, что Галилей первый человек, который видел Нептун в телескоп, потому что он делал зарисовки, и на зарисовке просто рассчитали по компьютеру, что было бы на небе в тот вечер, и понятно, что он видел Нептун. Ну, и Уран тоже неоднократно видели до того, как его открыл Гершель. Но именно Гершель первый объявил об этом, понял, что это не звезда. Он, кстати, изначально считал, что это комета, вот, потом казалось, что это планета. И на ее открытие просто еще к тому хорошо было, что подтвердило как раз-таки так по тем временам свежайший закон всемирного тяготения вначале. Потом выяснилось, что орбита Урана что-то немножко начала отклоняться от предсказаний по теории Ньютона. И, соответственно, тогда кому-то пришло в голову, что, наверное, есть еще какая-то восьмая планета, которая, соответственно, влияет на Уран. Поэтому, собственно, нашли Нептуна. Это тоже очень важная века, потому что люди впервые нашли тело под ней, потому что случайно кто-то посмотрел на небо, а потому что провели расчеты, направили телескоп в нужную точку и сделали открытие. Это как бы такое одно из главных открытий, на мой взгляд, 19 века. Коль уж про планеты, то пару слов еще про Плутон. Ну, про планеты. С Плутоном такая трагикомичная немножко история, потому что, когда открыли Нептун, то вроде как, ну, астрономы рассчитали его примерную массу, оказалось, что вроде как все-таки немножко не хватает чтобы объяснить все отклонения в орбите Урана. И было предположение, соответственно, что есть еще какая-то девятая планета. И были сделаны расчеты, которые показали, где примерно должна находиться эта девятая планета. Ее искали. Несколько раз Плутон чуть не нашли, но там история, что буквально они же фотографировали, естественно, что это уже такой уровень, он настолько тусклый, что глазом его не увидеть. Надо было фотографировать небо, ну, фотография была. Фотографировали небо на пластинке и сравнивали их между собой, чтобы найти среди этих звезд сместившуюся точку. И вот в одном случае, где Плутон был, там был дефект пластинки. Пятно. Он просто попал, его закрыло пятно. В другом случае, ну, это же на глаз делалось, мы просто не заметили. Вот. Из-за этого лет на 15 поиски остановились. Потом в Штатах был паренек по имени Томбо. Вот. Он задался целью все-таки найти девятую планету. Он нашел Плутон примерно там, где показывали расчеты. Все было здорово. Ну, потом, спустя примерно 60 лет, Voyager 2 пролетел возле Нептуна. Оценили его массу, выяснилось, что это просто ошибка. Масса была определена с погрешностью, никаких отклонений не было. Это просто пример такого совпадения, что он нашел Плутон в точке, где показывали расчеты, но расчеты были ошибочные, потому что никакого реальности отклонения не было. То есть, такой забавный парадокс. Слушай, но Плутон же не считается планетой, да? Нет, больше не считается. Почему так произошло? Там, ну, там, грубо говоря, получилось, что начали, вот открыли Плутон и как бы на этом все. Но, опять же, как я сказал, Плутон открыли, в общем-то, благодаря тому, что просто удачно повезло, что он находился именно там, где долго искали. И на этом как бы считалось, что все. А потом, уже наконец-таки, когда к 90-м годам, во-первых, цифра фотографии, во-вторых, компьютеры, тебе не нужно больше вручную смотреть с этими фотопластинками, можно сделать обработку на компьютере и программу настроить, чтобы она искала сметившиеся объекты, и когда это сделали, ну, и плюс телескопы, естественно, значительно поднялись, там множество новых фишек появилось, позволивших улучшить качество изображений. Иначе оказалось, что Плутон, это просто как первый среди равных, и там множество ледяных тел по размерам сопоставимых вполне с Плутоном некоторые из них, и как-то стал вопрос, ну, что дальше делать? или игнорировать их все, или признавать их все планетами, или разжаловать Плутон. В итоге Плутон разжаловали, сочли, что так удобнее. Ну, не всем это нравится, но, как бы, не знаю, по мне это просто такая бюрократия, ну, условно говоря. Слушай, почему все планеты называют богами? Все, кроме Земли, получается? Вроде как, последние планеты уже находили во времена, когда религия не так уж плотно соприкасалась с наукой. Это просто есть правило устрономического союза при открытии как бы, что называть, как называть номенкулатуру, какая используется. для планеты это боги, например, для спутников Юпитера это должны быть какие-то названия персонажей, связанных с Юпитером, ну, или Зевсом в мифологии. Например, тоже Меркурий, на Меркурии все объекты называются ну, тоже есть правило, что они называются в честь деятелей искусства, вот такого плана. На Венере есть правило, что все называются только женскими именами. Там есть, например, равнина Снегурочки, вот. Единственное, там исключение, есть единственное одно мужское имя, горы Максвелла, что их успели назвать до того, как вот определили. Соответственно, на Путоне там названия даются либо связанные там с Клайдом Томба, вот, либо с какими-то космическими какими-то космическими вот вехами. Вот, например, там есть равнина спутника, вот такого вот плана Земля Войджеров, ну, а Харону еще круче, потому что там даже используют какие-то названия из научпопа, там есть регион Мордор, прямо вот. Я, честно, уже не отслеживал, но не знаю, они что-то хотели назвать, по-моему, в честь еще Звездных Войн, Чужого там, вот, то есть, интересно. Это тоже такой способ поляризации, грубо говоря. У Земли есть божественное название? Ну, на русском языке точно нет, и на английском тоже, не знаю, может, в других языках, но, насколько я понимаю, богини Земли это вроде Теи, или я что-то путаю. Гея-гея-гея, да, Гея-гея-гея, это другое, перепутал. Твой вопрос от меня, от меня, пусть будет от меня, что вообще считается космосом? Что это такое? На какой высоте можно сказать, что ты уже в космосе? Самолеты 10 тысяч метров летают, это же еще не космос. Или космос? Ну, тут все, такой, немножко бюрократический вопрос, грубо говоря, накинем. Ну, формально космос это все, что выше 100 километров по определению Всемирной Авиационной Федерации, НАСА, Роскосмоса, всех космических агентств. Ну, в СССР немножко другой критерий, 50 миль, это 80 километров примерно. Вот, типа считается, что 100 километров на этой высоте уже атмосфера не создает никакого там эффекта подъемного для самолетов с крыльями. Ну, понятно, что это все равно принято для удобства, эта цифра. Там, например, были расчеты, что в теории может быть орбита на высоте типа 90 километров для спутника, то есть, типа, и поэтому надо опустить эту границу. Ну, 100 километров красивая цифра, ее приняли такой. Вот. Но она важна для, наверное, с точки зрения, может быть, туристов, потому что, например, вот этот туристический самолет Space Shep 2, он вроде как должен летать примерно на 90 километров, то есть, выше 50 миль, но ниже 100 километров. И их конкуренты из Blue Origin, они, в свою очередь, педалируют тот факт, что вот мы будем летать, мы будем летать в настоящий космос, это 100 километров. Как они будут летать, если там подъемной силы нет? Вот там ракетные двигатели? Ну, Blue Origin, да, у них просто, грубо говоря, небольшая ракета с первой ступенью и отдельной капсулой. Ступенья не отделяется, капсула вот летит, минут 4 находится вот на 90, выше 100 километров, там 4 минуты невесомости, потом она встречается на Землю. А у Space Shep 2 это такой ракетоплан, он отделяется от самолета, стартует вверх, ну, тоже, в принципе, по такой траектории, потом садится вниз, ну, он садится на аэродром. Вот. А так, ну, с точки зрения человека, не знаю, мне кажется, уже и 15 километров, я забываю сказать, с точки зрения вполне себе такой же космос, потому что на такой гости ты жить не сможешь, грубо говоря. Вот. По крайней мере, очень долго. Вот. Ну, есть полеты на Мигах, по-моему, 29-х, они тоже рекламируют, как полеты в космос, там, 30 километров. Ну, на этой высоте уже, да, небо такое черное становится, уже видно кривизные окружности. Вот. Ну, с юридической точки зрения космоса, то все-таки 100 километров. Окей. 12 апреля 61-го года. исторически сложилось, что этот день сейчас считается международным днем полета человека в космос, наверное, международный день космических достижений. Космонавтики. Космонавтики. Это полет Юрия Гагарина, так? Да. Почему? Почему это... До Юрия Гагарина это было много чего. Он был первым человеком, который полетел. Как ты думаешь, почему именно этот день было много других дней интересных? Там белка стрелка улетала в космос. Запускали первые аппараты. После Юрия Гагарина там Армстронг на луну уступил. Почему все-таки этот день? И насколько он является международным днем действительно? Либо это только международный день для стран бывшего Советского Союза? Ну, с точки зрения, конечно, эпохальности, тут до 12 апреля, ну, 4 октября могло быть, когда запуск первого спутника. Вот. Но, наверное, дело еще в том, что все-таки... Ну, понятно, что не будет день космонавтики делать, когда в космос запустили собак, грубо говоря. Вот. Это все-таки... Обезьян. Или манекен, или обезьян. Это немного не то. Вот. Потому что... Ну, надо... Понятно, что мы сейчас уже полеты в космос. Это что-то такое, ну... Обыденное слегка. Не то, что прямо совсем обыденное, но регулярно. Надо понимать, что тогда же толком были всякие дикие предположения, что может случиться, если человека в космос отправишь, он там... Невесомость повлияет на его мозг, он сойдет с ума. Вот это... Причем даже были вполне серьезные опасения. Была целая история с Гагариным, что они... Ну, полет в Восток он проходил в общем-то автоматическом режиме, но... Как бы при необходимости Гагарин мог бы активировать тормозную установку, если что-то не сработало, и самостоятельно как бы вернуться на Землю. Выдать импульс, чтобы корабль сошел с орбиты. И реально там продавливали были врачи, что, блин, нельзя позволять космонавту этот доступ давать. Типа, а что еще он сойдет с ума? Или они придумали поставим туда кодовый замок и дадим ему математическую задачу. Если он решит задачу, значит, он не сумасшедший. Получит код, вобьет код. Но в итоге... Это вроде... Замок поставили, но в итоге ему все равно дали бумажку с ответом, потому что, ну, это уже какой-то маразм. Есть там критическая ситуация, он что будет считать, что ли. Все-таки поверили, что это, ну, немножко надуманная опасность. Но все-таки действительно никто толком не знал, и когда космонавты первые возвращались, то тоже очень большое внимание уделялось там. Условно говоря, Джон Глент подскользнулся в ванной, упал. Боже мой, что это связано? Может быть, на него радиация повлияла или что-то в таком плане? Ну, тогда... Ну, сейчас понятно, что, да, конечно, есть эффекты полета в космос на организм, но не от того, что там буквально несколько часов провел. Слушай, откуда это... Откуда эти стереотипы рождались? Ну, вот с той же невесомостью? Ведь на то время уже невесомость могли моделировать в самолетах, там, условно, в свободном падении и все такое. Ну, да, в самолетах, но все-таки 20 секунд. 20 секунд это даже не полтора часа, не 108 минут полета Гагарина. Плюс там еще была такая... Тоже некоторые психологи говорили, что, ну, невесомость, ладно, но космонавт введет там с Земли, в иллюминатор или что-то. Поймет, на каком маленьком клычке он живет. Да, ну... Это не продалось? Да, это вроде смешно звучит, но в то же время, например, про Луну тоже были такие страшилки, условно говоря, что... Ну, не страшилки, но была теория, что у него нет атмосферы, значит, там космическая пыль скапливается на поверхности за миллионы, миллиарды лет. Соответственно, если туда пытаться сесть, то просто корабль, то пыль провалится, и все. Большое болото пыльное. Да, я не помню, у кого был рассказ на эту тему, у Азимова или у Кларка или у кого-то. У кого-то был рассказ, там строился на том, что да, но у нее есть целые вот такие поля смерти, туда нельзя заезжать, а то провалишься, утонешь в этой пыли, и все. Вот, ну, сейчас смешно, но надо понимать, что 60 лет назад, что там невесомость, мы даже не знали, что на Венере находится. Вообще была абсолютная загадка. И все эти вот, сейчас, конечно, смешно смотреть какие-то старые там фильмы или рассказы читать, где там люди прилетают на Венеру, там какие-то болота, ящерицы, но на тот момент вообще не было ничего неизвестно про Венеру, и почему бы и нет, кто знал. Ну, сегодня же мы хорошо понимаем, что Земля в очень хороших условиях. Да, сейчас, да. И такие условия, типа, очень сложно получить в какой-нибудь там планетарной системе. 60 лет назад это было не очевидно. НРЦ мышление все-таки сильная вещь, потому что некоторые стереотипы вот закрепляются, и недостаточно долго живут в памяти. Например, вот, раньше когда-то еще давно была теория, что Солнце, оно не... Ну, сейчас мы знаем, что Солнце постепенно увеличивает температуру, и будущем оно превратится в Красного Гиганта, но, например, в 19 веке считалось, наоборот, что оно постепенно остывает. Соответственно, считалось, что когда-то на Марсе было теплее, чем сейчас. Оттуда все эти вот образы про то, что на Марсе была цивилизация, и она... Потом стало холодно, все высохло там, и они там какие-то каналы строят. Соответственно, Земля сейчас... Земля такой промежуточный вариант, а на Венере так жаркая, она такой первобытный вариант, но в будущем надо будет переселяться на Венеру, потому что как раз-таки там условия станут подходящими. Получается наоборот. Получается все, да, немножко наоборот. Ну, такая вот инерция мышления, она... Возвращаясь к Гагарину, празднуют ли 12 апреля в Америке? Ну, НАСА обычно там в соцсетях что-то по этому поводу какие-то материалы размещает. вот там, насколько я помню, я рискал ошибиться, но Бюст Гагарина все-таки есть. Я не помню, где-то, кажется, в Хьюстоне. Ну, я, честно, надо бы, конечно, загуглить. Ну, где-то есть Бюст Гагарина точно. То есть, да, они эту дату знают. По крайней мере, те, кто с космосом завезаны, естественно, они все знают. Что касается обычной публики, ну, я думаю, обычная публика вполне возможно не особо знает, когда там и Армстронг на Луну высадился точно на самом деле, потому что это было грандиозным событием в 69-м году, а сейчас, 60 лет спустя, ну, как бы такая уже тень истории. Расскажи. То есть, ну, нельзя сказать, что эта дата, это чисто такая на постсоветском пространстве. Да, там, знаю, 12 апреля, там, дают дань уважения. Для Советского Союза это же был прям праздник праздников, когда Юрий Гагарин это сделал. Да, это был помню, когда-то Парфенов утверждал, что это последний день в Советском Союзе, когда там реально была какая-то радость всей страны, что в таком плане вся страна в едином порыве склонилась. Откуда это возникло? Космос настолько далекий от обычных людей, особенно того времени, и тут вдруг все люди радуются за какую-то абстрактную победу человека над пространством, которое вроде как ничего корыстного, как есть, корыстного не принесет, полезного не принесет. Откуда эта эйфория была у людей? Ну, я же тогда не жил, мне немножко сложно сказать, но я думаю, все-таки люди как-то воспринимали как начало вот такой новой эры. Вот, бытовало такое мнение, что, грубо говоря, это как с самолетами, вот, грубо говоря, 1902 год полетели, то есть 1903, вот, потом буквально прошло вот 40 лет, и уже появились, такие, дошли до реактивных буквально самолетов, и теперь еще 20 лет прошло, и все, летают все на самолетах и летают. Это вполне обыденно, и тогда считалось, что вот, вступаем в новую эру, плюс, опять же, фантастика, я думаю, какая-то свою роль все-таки сыграла, потому что уже было много произведений про то, что там человек покоряет другие миры, все, это казалось, что это достаточно просто, надо только начать, и все дальше подтянется. Фантаст, молодцы. Вот, ну, какая-то пропаганда, естественно, все-таки роль сыграла всех этих достижений, все-таки, тем более, что это же было еще очень, надо же, нельзя забывать, что это все-таки все происходило в условиях холодной войны, а тут такая явная победа, такое первое, первое достижение, ну, я думаю, все это просто вот слилось, такой идеальный шторм, что ли, только в положительном смысле, что такая вот бурная реакция была. Холодная война, холодная война, холодная война, она напрямую связана с космосом, правильно? Это же конговооружение. Ну, если бы не холодная война, я не знаю, в каком году кто-нибудь полетел бы в космос, но явно не в 61-м, потому что, ну, что тут уж таить, потому что, собственно, все это же началось с создания баллистических ракет для доставки ядерных бомб, все это ракета Р-7, королевская семерка, вот, у меня она оказалась удачной ракетой, во-первых, во-вторых, она была достаточно мощной, чтобы выводить что-то в космос, и уже после этого, собственно говоря, ее и стали использовать для того, чтобы выводить что-то в космос, соответственно, это были спутники первые, вот, ну, дальше уже начали создаваться модификации для, которые позволяли бы еще больше нагрузку в космос выводить, это позволяло увезти космический корабль, но это не отменяет того факта, что одновременно примерно все эти же ракеты, все эти работы, они в первую очередь, конечно, больше интересовали военных, потому что чем больше грузоподъемность, тем большую боеголовку можно поставить, или больше боеголовок. То есть получается вывод спутников, вывод людей в космос, это все побочка от целей? Ну, изначально, как бы, да, изначально, как бы, да, но, опять же, когда стало понятно, что это возможно, опять же, очень был большой интерес страны военных, потому что мы можем делать спутники, ага, значит, мы можем поставить на них камеры и, собственно, снимать территорию из космоса. Вот. Это и Советский Союз, ну, и американцы, американцам это было даже более, естественно, интересно. Вот, это очень большим стимулом было. Ну, и, соответственно, потом все остальное подтянулось, потому что спутники дают возможность связь, вести, дают возможность вести наблюдение прогноза погоды, вот. Ну, дальше такое вот возрастать, естественно. Система GPS, на что же, ведь, изначально была военной, потом уже передали под гражданские нужды, но первоначально это же была военная система, причем они ухудшали точность сигнала для, соответственно, гражданских пользователей. Ну, смотри, вот с точки зрения, с моей точки зрения очень понятная история создания оружия, которое может нести полезную нагрузку, создания спутников, которые могут там вести наблюдение за вражескими объектами. Зачем нужно было выводить человека в космос? Ну, тут все-таки, во-первых... То есть, в какой-то момент они поняли, что не нужно воевать? Ну, собственно, надо понимать, что тут же спутник, он появился ведь тоже не на пустом месте. Это же, условно говоря, много благодаря Королёву, он как бы, в отличие от многих, он примерно понимал, каким это событием станет. Во всем мире ты имеешь в виду? Да, и он как бы форсировал работу в этом направлении. Ну, вывод людей в космос тоже, кстати, имел изначально... Стратегические какие-то цели были? не стратегические, но сейчас, конечно, тоже немножко смешно, но изначально ведь считалось, что там будут создаваться эскадрильи космических перехватчиков, 20 шпионские орбитальные станции, где там будут космонавты военные фотографировать Землю и доходы, что они увидят. Ну, это 60-х ранние самые проекты. Вот, то есть, в принципе, конечно, конкретно в Советском Союзе в первую очередь, конечно, военные нужды были, но что касается таких вот гражданских, они обычно были в каком-то таком стыке. То есть, с одной стороны, давление все-таки научного сообщества, вот, Королёва, людей, которые хотели прикоснуться к космосу, ну, и с другой, как бы это не противоречило военным задачам, потому что, военно тоже хотелось узнать, собственно говоря, что же получится из всего этого. То есть, люди реально на то время не понимали, что космос настолько сложный, вот эскадрильи, люди в космосе фотографирующие. Я вот тут, как же, перед записью подкаста говорил, что я начал читать дневники генерала Каманина, недавно, конечно, решил полностью их прочитать, и там иногда пассажи попадаются, типа, какие-то, мы там будем запускать по несколько сотен кораблей в год, делаем эскадрильи, орбитальные станции военные, ну, да, как-то считалось, что это вот достаточно так простенько, надо просто вот больше усилий вложить, и, да, будут такие, рассекать просторы вселенной эскадрильи. Вот. Блин, это очень-очень интересно. Ну, у людей было такое, как бы, немножко непонимание все-таки реального масштаба этой задачи, с одной стороны, с другой стороны, переоценка ресурсов, которые страна готова на это потратить в итоге, по итогу. То, что все-таки приоритетом были военные все-таки проекты, и главным для Советского Союза 60-й это было, грубо говоря, поднастроить побольше ракет, чтобы иметь возможность стереть Америку в порошок, в случае чего. Вот. В США немножко другая история. В США, получается, этот спутниковый провал, он у них произошел во многом благодаря тому, что у них, ну, тоже, естественно, первую скрипку играли военные. Грубо говоря, у армейцев была своя ракетная программа, у ВВС была своя ракетная программа, еще и у флота была программа своя, они свой спутник делали, получается, они тянули одеяло на себя и сложились по-другому, вообще, штаты могли бы запустить спутник еще даже в конце 56-го года, на самом деле. Но там, как быть, когда ведомства конкурируют между собой, ничего хорошего не получается. И когда с право с спутником случилось, стало понятно, что, ну, это никуда не годится. Они быстро сделали решение, они создали НАСА, и отдали НАСА все гражданские и космические проекты. Соответственно, а все военные проекты уже другой структуре, которая пускай ими занимается. Все, после этого как-то дела у них стали постепенно налаживаться. В Союзе не было такой налоги. В Союзе был настоящий какой-то бюрократический кошмар. Куча КБ. КБ конкурирует между собой ведомство, там, опять же, читаешь воспоминания, что есть какой-то заказ. Нужно два самолета для тренировок космонавтов невесомости. Они просят дать самолет, и говорят, нет, мы вам самолета не дадим. Каждое министерство было как на Киевской Руси, грубо говоря. Каждый министр, как свой царек, грубо говоря, у него своя отчина, он не хочет ничего так давать. Нужно центрифугу построить для космонавтов. Нет, мы ее сделаем все, но не построим. Это такая вот рассогласованность просто. Казалось бы, все думают, что Советский Союз такая централизованная страна, но это... Очень странно выглядит со стороны. Но в реальности это в США была централизация, а в Советском Союзе нет. Королев, он был как первый среди равных, грубо говоря. У него был авторитет, он еще мог продавливать свое видение, вот, что помогало. Но даже этого было недостаточно, потому что там было очень много ошибок, были эти какие-то подковерные игры. Ну, опять же, не то, что там, я думаю, в США всего этого не было. Естественно, там, я думаю, люди везде одинаковые, там тоже были свои конфликты и все это, но все-таки в Советском Союзе даже не смогли сделать какой-то организации, органы, которые бы занимался космосом. Не было такого. Хорошо. Смотри, с одной стороны, у нас есть США, на то время, вот, холодная война, космическая гонка, есть США, в котором НАСА, в котором, по-моему, ты в одном из своих выступлений, ссылку оставим, на Масракши, горел в США, там целые проценты от ВВП всей страны уходило на космическую отрасль. Прямо все люди были за, вдохновлены. Ну, да, уходило на пике, типа, 4% федерального бюджета доставалось НАСА, им такие деньги никогда больше не снились. Это очень много. Это очень много, да. И, с другой стороны, Советский Союз, у которого каждый на себя тянет одеяло, полно. И таких денег не было. И таких денег не было. И все равно Советский Союз в каких-то местах, вот, в частности, Юрий Гагарин, уделывает Америку. Как? Ну, я бы сказал бы, что за счет именно хорошего старта, грубо говоря, семерка, ее модификации, их мощности было достаточно, чтобы вводить спутники, вводить первые космические корабли. У Штатов были баллистические ракеты. Они, по-моему, я не уверен, они с небольшим опозданием от Советского Союза поставили их на вооружение, но их было достаточно для военных целей. А для того, чтобы везти космический корабль, мощности их не хватало. И, грубо говоря, это как в фильме «Первый человек». Там есть просто там сцена, где объясняют, что, типа, мы этот этап проиграли, потому что с этими ракетами, ну, нам смысла нет догонять их. Но для полета на Луну нужно совершенно другой класс ракет. У нас их нет, и у них их нет. Поэтому мы их сейчас начинаем делать. Все. Мы не можем победить на этом этапе. Мы уже как бы этот забег проиграли. Мы не будем пытаться догнать на этом. Мы просто сделаем все, чтобы выиграть следующий забег. И, ну, я не могу сказать, что, опять же, в Америке была прямо такая всенародная поддержка. Я, насколько я считал, что там запросы проводились в 60-х, там, ну, большинство поддерживало лунный проект, но не то, что прямо подавляющее. Многие считали, что, типа, ну, многие большие деньги, и зачем нам это, вот. Ну, как бы, то есть поддержка была, но это сейчас уже как-то, наверное, ретроактивно, вот, воспринимается, что, типа, да, вся страна там стояла за полетом на Луну, и там речь Кеннеди, вот, когда любят приводить, что мы полетим на Луну до конца десятилетия, вот, как это выдающееся выступление, но на тот момент это было просто, вот, выступление, ну, окей. Как бы, оно стало знаковым уже, когда... Да, все случилось. Да, все случилось, но на тот момент, ну, не то, что прямо вот произнес речь, и все такие, ну, да, все, мы будем там сражаться, бороться, то есть, не то, чтобы это прямо вот был такой вот всенародный у них энтузиазм. Да, всем это было, конечно, намного интереснее, чем сейчас, особенно, когда пошли успехи какие-то первые, вот, но не так все благостно. Ну, в Советском Союзе вот эти вот все успехи тоже, вот, ну, Гагарин полетел, да, потом был первый полет Титова сутки, женщина в космосе, Терешкова, 63-й год, ну, и последнее такое вот достижение, это первый выход в космос, 65-й год, Леонов, и тоже сейчас все забывают такой факт, но 65-го, их было двое, 65-го по 67-й год в Советском Союзе не было вообще ни одного пилотируемого запуска космических кораблей, например, и опять же, это ведомственная борьба, потому что просили построить дополнительные корабли и восход, и, в общем-то, даже было несколько кораблей, но там борьба в итоге, сказали, нет, давайте мы построим Союз, восхода не будем летать, а Союз, как это обычно в советских традициях, ну, да, вот сейчас вот мы его построим в 65-м году, нет, мы его построим в 66-м году, нет, мы его построим в 67-м году, в 67-м году запускают Союз, он заканчивается полет-гибелью Комарова, после этого, я не помню, по-моему, в конце 68-го или в 69-м году следующий только запуск состоялся пилотируемый в Советском Союзе, то есть это... Трагедия была? Ну, когда читаешь вспоминания, то, конечно, да, люди все это так переживали, что, как бы, такая парадоксальная немножко ситуация, даже когда был уже следующий восход космический корабль, программа согласована, они хотели восход-3 запускать на, там, две недели в космос, чтобы установить рекорд, корабль был, ракета была, но решили, не, не полетим, вот, опять же, эти какие-то разборки, были, был проект создания, опять же, этого, милитариста военного корабля Союза для разведки, и на него пулемет хотели поставить, серьезно, то есть, его тоже зарубили, то есть, там много всего было, в США тоже, кстати, были такие проекты, которые зарезали, военную, их обычно сами военные зарезали, потому что понимали, что это все-таки уже устарело, еще до того, как запустили, там у них, например, они построили практически орбитальную станцию для шпионскую, но к тому моменту, когда они уже начали заканчивать, стало понятно, что, в общем-то, спутник будет намного проще, эффективнее, дешевле, чем просто закрыли проект, был проект космоплана Dinosaur, такого мини-шаттла, который должен был летать, фотографировать, там, если что, тоже какое-то вооружение планировать ставить, тоже его закрыли, то есть, ну, опять-таки США помогало то, что все-таки у них больше денег было, и было единое руководство, если бы в Советском Союзе хотя бы было какое-то единое руководство, ну, возможно, все бы сложилось несколько иначе. Ты про Терешкова вспомнил, первая женщина в космосе, тут ложка дегтя такая иногда проскакивает, говоря, что этот полет проходил не самым лучшим образом, именно с точки зрения самой Валентины Терешковой. Знаешь ли ты что-нибудь про это? Ну, сложно сказать, потому что это все воспоминания, которые опубликовали уже после распада Советского Союза, когда прошло много лет. Ну, известно, что Терешкова, она была не с точки зрения физической подготовки и все это, она была не основным кандидатом. Ее главным образом взяли по принципу того, ну, там, в принципе, в Советском Союзе было не очень много кандидатов, там все-таки требования требовались определенные. Основным все-таки было понятно, что как бы все те, кто летал тогда в космос, они мгновенно становились звездами и после этого по сути они становились такими посланцами Советского Союза, они разъезжали по миру, как бы давали интервью, выступали, можно сказать, рекламировали советские успехи. То есть, это была во многом даже более серьезная задача, чем полет в космос, в которой не все далеко справлялись. И Дерешкова взяли именно потому, что было понятно, что с этой работой она потянет лучше. С той, которая уже после полетной. После полетной работы она будет лучше. И считалось, что из нее, да, можно будет использовать для продвижения советских идеалов, она будет лучше справляться, чем остальные кандидаты, которые, может быть, и лучше были подготовлены. Ну, известно, что Королев как-то, там были какие-то вопросы у медиков по поводу того, и они считали, что она себя чувствовала хуже, чем потом рассказывала, и Королев вроде как ей не верил, но, ну, опять же, это как бы Королев умер в 66-м году, и что он там, это воспоминания чужих слов, и мне кажется, мы уже вряд ли узнаем правду. Ну, то есть слухи о том, что у нее там какая-то истерика, паника была. Ну, истерика, паника, я думаю, это, кажется, преувеличено все, ну, ну, в принципе, дело в том, что вообще примерно у половины людей, что летит в космос, возникает такая штука, как синдром космической адаптации, которая длится несколько дней, ну, и полет Черешковой тоже был несколько дней, так что, то, что ей было, условно говоря, могло быть плохо, это, ну, примерно у половины людей плохо, тут уж кому-то повезет, кому-то нет, это тренировки в невесомости этого, ну, обычно не дают. Не подскажут, ну, 20 секунд в самолете, ну, нет. Ну, в связи с этим был такой трагикомичный случай, когда в 80-х там один американский сенатор убедил, что его отправили в космос на шаттле, ну, ладно, ну, это все-таки необычно было то, что сенатор, в плане, что это какой-то там человек солится, он до этого в ВВС все-таки служил, то есть, то летчик, ну, грубо говоря, военный летчик, да, пошел в политику. Его взяли в полет, хотя космонавт, астронавтам американским это тоже очень не нравилось, типа, они вот пробились туда, жесткий отбор прошли, и какого черта берут какого-то политикана. Блин, ну, они же тоже военные летчики все в прошлом. Ну, и что, ну, как бы, они, может, и летчики, но они-то в отборе участвовали, они пошли, там, буквально тысячи кандидатов других, и не все из них еще потом и слетают, а тут какого-то берут, ну, и летчик, ну, что он такого сделал, чтобы его взяли. По сути, его берут только в надежде, что он потом будет голосовать за увеличение бюджета НАСА. Вот, короче, этот сенатор, он слетал на шаттле в космос, и ему было так плохо, что там они даже сделали шкалу измерений, назвали ее в честь его Гарном, ее фамилия была Гарн, типа, ну, один Гарн или там 10 Гарнов, то, типа, ты вообще там максимальное значение, это тебе максимально плохо, ты ничего не можешь делать. Так что, да, вот, возможно, и действительно было плохо, ну, я говорю, что вроде по слухам, да, Королев был недоволен, и что-то там зарекался, что она ведь будет отправлять женщин в космос, но в любом случае до этого тогда не дошло, потому что планировался женский полет длительный, даже с выходом в космос на восходе в том числе, но опять же, вот, из-за всего этого они, получается, восходы прекратили полеты слишком рано, а Союзы появились слишком поздно. Это фактически вот эти остальные кандидатки, что готовились к полету, они готовились, но в итоге так, никуда и не полетели. Странный вопрос, наверняка частый, Юрий Гагарин, Терешкова, Валентина, все первые космонавты, как они ходили в туалет, и с какими они физическими трудностями вообще сталкивались. То есть не все вообще понимают, что это были полностью управляемые полеты, правильно? То есть по факту человека туда садили по большей части как просто такую посылку, которая сильно ничего делать не может. Ну, тут такое дело, что да, в Советском Союзе господствовал подход, что надо все автоматизировать по максимуму, да, и летчикам это, мягко говоря, не нравилось, и в США тоже пытались провернуть такое, но там, ну, в США давление летчиков было намного более сильным, поэтому они добились того, чтобы многие операции давали им осуществлять. Даже на шаттле они встали в позу, шаттл вот смог бы осуществлять беспилотный полет и посадку. Ничего в этом проблем особых не было. Но они встали в стойку и добились того, чтобы на шаттле сделали переключатель, который можно было вручную переключить, то есть только с пилотом он мог, ну, чтобы удостовериться, что только с пилотом он будет летать. Вот, в Советском Союзе у летчиков все-таки был меньший авторитет, так что да, такое было, но опять же, это не значит, что они там все летали как пассажиры, потому что, например, тот же Комаров он погиб во время полета Союза-1, но там была вообще очень сложная ситуация на орбите, он сумел вручную сориентироваться, система навигации отказала, он вручную сориентировался, это была очень сложная задача, он не справился и выдал импульс, и, в общем-то, он все сделал, чтобы спастись, но ему очень не повезло с парашютами. Вот. по поводу туалетов, ну, честно, я как-то особо эту тему не изучал, но туалеты были у советских космонавтов, у американцев туалетов до шаттлов не было. И да, там были, они типа в памперсах ходили, там были истории такие трагикомичные тоже в этом плане, там Шепард так долго сидел на старте, что ему пришлось прямо в скафандр исходить, вот, но он потом как бы сам по поводу этого потом шутил, ну, как бы что ему еще стало сделать, в общем-то. У американцев с туалетами, да, действительно, было все намного хуже. Там памперсы, какие-то пакетики, грубо говоря, канистры, ну, чуть-чуть продвинутее, но примерно к этому сводился. В Советском Союзе все-таки были уже такие устройства с вытяжкой, грубо говоря. Вот, трудности какие еще были, ну, всем известная история с ручкой и с карандашом, да. Ты понимаешь, что эти, ну, с ручкой и с карандашом это вообще такой байка, грубо говоря. Байка? Ну, как, история в том, что, типа, шариковая ручка не работает, рассказывай. Ну, да, есть такая байка, что, типа, у меня, кстати, эта ручка с собой есть, самое смешное, что, ну, короче, есть такая байка, что, дескать, американцы, да, с шариковой ручки в киневсомости плохо работают, записи надо как-то делать, они потратили, типа, 6 миллионов долларов, чтобы сделать ручку для написания в космосе, а русские взяли карандаш. Ну, типа, такой, считается, что это такой пример пропаганды. Простой смекалка, простая смекалка, бьет яйцеголов, который там тратит миллионы долларов, непонятно на что. Ну, реальность была немножко другой, не то, чтобы они были тупые и не понимали, что можно карандаш использовать, но карандаш, грифель, грифель отколупывается, в невесомости все это летает, куда-то засасывается, это немножко может быть опасно. И они искали пути решения, и американский предприниматель, ну, как бы он до этого выпускал ручки, которые пишут чуть ли не во всех средах, он про это услышал, и потратил свои деньги, разработал ручку, ну, и продал ее НАСА, НАСА купило, ну, и потом Советский Союз тоже эти ручки, Fisher Space Plan, он их покупал, он их покупал, то есть, по сути, это просто пример того, как раз таки, преимущества капиталистического строя, то есть человек услышал про проблему, потратил деньги, решил ее, заработал денег. НАСА, в свою очередь, избавило себя от головной боли в том, что надо тратить деньги, какие-то исследования проводить, когда вот нам предлагают готовый продукт. Вот, ну, и Советский Союз тоже эти ручки как бы покупал, и такой пример немножко искаженного восприятия. проблемы были в том, что все эти космические корабли перроники больше похожи на гробы, физически сложно находиться в таком объеме несколько дней, грубо говоря, одному, а ведь в эту капсулу потом сажали двух и даже трех человек у восхода. Вот, ну, были проблемы с адаптацией к невесомости. Вот, ну, в общем-то, таких каких-то, я не слышал, что были какие-то физиологические проблемы. Проблемы в основном начинались потом, потому что, как я говорил, все, кто летал в космос, становился звездами, и это испытание славы очень тяжело давалось, потому что, во-первых, космонавтов, им приходилось потом кататься по всему миру с поездками во всякие Индии, Шри-Ланки, Европы, Америки, Канады, вот, куда пошлют, партия сказала, надо отправиться, туда не отправляясь, это очень в ума, то, ну, во-вторых, они, другая сторона, другая сторона, медали этот звездный статус, начинались всякие, у некоторых товарищей загулы, например, у кого? Есть какие-то яркие примеры? Ну, ну, как я уже, ну, тоже мы до подкаста про эту тему уже упоминали, Титов, Герман Титов, тоже такая метаморфоза произошла, потому что до полета Гагарина, как бы, ну, естественно, был выбор, кого же брать, Титова или Гагарина, два самых сильных кандидата считались, в итоге считалось, что Титов более сильный кандидат, даже может быть, но второй полет планировался на сутки, а первый на один виток, поэтому решили, что лучше поставим Гагарина, потому что, ну, во-первых, он, как и парень, такой же нерадостный, он лучше подойдет более для вот этих вот, на роль знаменитости, уже, простите за циничный подход, ну, и, в принципе, все-таки один виток, а Титов более считался более сильным кандидатом, но потом, да, они слетали в космос, у Титова пошли проблемы с алкоголем, он пьяным часто попадался за рулем, ему делали каждый раз строгий выговор, ну, он же космонавт, второй человек в космосе, и что-то публично ты ничего не сделаешь, в 2004 году он даже подобрал какую-то попутчицу, пьяный, попал в аварию, убил ее, ему объявили выговор, ну, и все, как бы там, даже честно говоря, если бы это был просто какой-то офицер, его бы, естественно, отдали бы под суд, но ему объявили выговор, на пару лет, там, запретили ездить за границу, вот, но потом, вроде как, он быстро восстановился, потом в 1969 он опять пьяный разбился, ну, не разбился, но я имею в виду, что опять какая-то ДТП была, ну, то есть, такие вот инциденты были, был еще космонавт Нелюбов, он был третьим, третьим в списке, считался, то есть, считал, что полетит первым Гагарин, вторым Титов, а третьим, по идее, должен был лететь Нелюбов, но у него там были какие-то проблемы со здоровьем, его полет отменили, потом он с своими товарищами из отряда космонавтов влез в какую-то пьяную разборку с комендатурой, его показательно отчислили из отряда, и где-то вот в 66-м году он после этого пытался восстановиться, не получилось, говорят, что он после этого тоже у него проблемы с алкоголем пошли, и в итоге в 66-м году его просто сбил поезд, и есть версия, что он просто покончил с собой. Вот, у Гагарина тоже были проблемы, но вроде он все-таки оказался сильнее титового, он все-таки с этим справился в итоге, но тоже были, конечно, претензии. Вот, ну, как я говорил, первый отряд американских космонавтов, семерка Меркурия, разница между советским подходом и американским в том, что в Америке в секрете это не держалось, они сразу объявили на всю страну, что вот 7 человек, которых мы отобрали как астронавтов, это произошло еще в 58-м году, и как бы у них было 3 года на то, зачем они начали летать, что вот они с этим звездным статусом жили, ну, как-то, я думаю, они все-таки под прицелом прессы, это их как-то сдержало. Плюс еще такой фактор, как возраст. В среднем американские астронавты были намного, ну, не намного, но как намного, ну, Читову, по-моему, было 25 во время полета, Гагарину было 26 или 27, то есть, такой вот средний их возраст. Читов, по-моему, по-сей день самая молодая космонавта в истории, то есть, такие очень молодые ребята. Американские астронавты, они в среднем, по-моему, было больше 35, то есть, ну, чтобы 35, вот такие люди себя ведут в среднем не так, как в 25, более возмужавшие. плюс они были, как скажем так, в среднем американцы были более опытными пилотами, потому что, словно говоря, у Гагарина налет был несколько сотен часов, у американцев, которых отбирали, там, отбор был такой, что там в среднем было несколько тысяч часов налета. Очень большая разница по времени налета в среднем между американских и советских космонавтов. Ну, опять части, это объясняет, почему у американских пилотов было все-таки большее влияние, потому что они все-таки больше опыта. Да, они давили этим и требовали, что мы не будем как обезьяны летать, дайте нам управлять кораблями, дайте нам стыковку совершать. Стыковка, кстати, тоже был такой очень краеугольный камень, потому что американцы стыковались вручную, они как бы добились этого, чтобы им дали это право, они стыковались вручную. В Советском Союзе было две как бы две мысли, боровшиеся между собой. С одной стороны, надо этого летчики, они знают, что делают, пускай они стыкуются. С другой стороны, нет, мы сделаем автоматизированную систему стыковки. И в итоге споры были, в итоге все-таки решили идти с автоматизированной системой стыковки. Ну, со временем, да, это, конечно, оказалось в долгосрочной перспективе более правильный подход, что сейчас-то вручную никто не стыкуется, естественно. Но на тот момент автоматика, мягко говоря, надежность составляла желать лучшего, и с этим они пытались стыковать корабли на автомате, это было проблематично в Советском Союзе. То есть, тоже какое-то вот на этом потеряли какое-то время, когда вот именно шла вопрос, шла лунная гонка, и шел вопрос, как же мы будем стыковать корабли на орбите, потому что, соответственно, что советский вариант, что Аполлона не стыковались с лунным модулем уже после выхода, что советский вариант тоже предполагал что-то подобное. И тоже такой вот вопрос был важный. Начали про лунную программу. Начали про лунную программу. Смотри, Гагарин высаживается в космос для Советского Союза Победа. Что в это время делает США? Потому что следующий шаг вроде как выход человека в космос, и снова Леонов с Беляевым первые. Ну, тут... Или все-таки нет? Как это было? Ну, надо понимать, что все это вот, как говорят, опережали, но это опережение по факту тоже было не то, что прямо каким-то очень большим по времени, потому что первый советский спутник полетел в космос 4 октября 57-го, первый американский кажется в феврале или в марте 58-го, то есть там типа 3 месяца разбежки, да? Гагарин полетел в космос 12 апреля, получается, что Шепард полетел суберобитальный полет, по-моему, 15 мая, то есть месяца 3 дня, да, это суберобитальный полет, но как бы формально в космосе он побывал. Он не смог полететь на орбиту причине того, что, опять же, мощности ракеты не хватало, чтобы на орбиту его отправить. То есть после полета Гагарина американцы осуществили два суберобитальных запуска, и к 62-му году они наконец-таки дотянули мощность ракеты и запустили человека на орбиту. Но дело в том, что как бы ни Восток, ни Меркурий американский, они вообще для выхода людей в космос как бы в общем-то не предназначались. И американцы отлетали, они и Меркурий, они начали просто делать следующий космический корабль, предназначенный для двух человек. Он как, типа, грубо говоря, он должен был дать им, они должны планировали запускать его и отрабатывать на нем все то, что нужно будет для полета на Оуну. То есть они решили забить на выход в космос по факту? Не, ну, я просто там выход в космос тоже планировался, но я к тому, что они просто делать новый корабль, как бы специально, на котором можно было и в космос выходить, и стыковаться, и все эти вот операции отрабатывать, все, что нужно для полета на Оуну. А у Советского Союза было еще несколько сложнее, потому что они продолжали использовать Восток, модификацию восход, которая, в общем-то, не просто отличалась, по сути, главное тем, что да, можно было сунуть больше, чем одного человека, хотя при том же размере капсулы. И чтобы вывести человека в космос, как бы шлюза там отдельного не было, они придумали такую интересную штуку, как отдельный надувной шлюз, который добавили к кораблю, который раскрывался в космосе, понятно, что эта схема, она одноразовая, она больше никогда не использовалась, чисто вот для этого достижения выхода в космос. непонятно, что это, конечно, тоже была очень важная операция, не то, что это просто какие-то понты, это очень сложная операция, но я к тому, что они просто, как говорится, изловчились и придумали вот такое вот решение проблемы. И выход в космос Леонова был, по-моему, в марте 65-го года. 18 марта. А вот, а американцы вышли в космос, по-моему, в июне или в июле 65-го уже на корабле Gemini, который новый корабль их двухместный для отработки всех этих операций. То есть, как бы, условно говоря, Леонов вышел в космос, но сделано это было, по сути, на старом корабле, который летал с 61-го года. Американцы вышли в космос, пускай и на пару месяцев позже, но уже на новом корабле, который ознаменовал то, что они вот уже, по сути, начинают готовиться к полетам на Луну. Так что, да, выход Леонова был победой, но одновременно это такая победа, что, ну, выстраданная. Уже на горизонте было очевидно, что уже дело к чему-то не тому идет, потому что, словно говоря, нужно, либо нужно, нужно как-то двигаться было дальше, но, как я сказал, в итоге получилось, что восходы после Леонова больше не запускали, хотя были готовые экземпляры, но запустили только один с собаками. Но еще были несколько готовых, их не запустили. А новый корабль «Союз» очень отстали в производстве. Первый полет в 1967 год, с человеком Комаров разбился, после этого там еще год был потерян, после этого. Вот. Расскажи, как проходил выход Леонова в открытый космос? Там были какие-то проблемы, сложности? И почему про Павла Беляева почти никто не знает? Командира корабля. Тут, ну, как тут сказать? То есть, они летали вдвоем? Конечно, я смотрел фильм «Время первых», где там вообще все всунули, что только возможно. Оно было не так, да? Ну, вообще, конечно, были проблемы. У него проблема была основная в том, что, когда он вышел, у него, они проводили испытания в барокамере, но в этой барокамере что-то давление все-таки они не симулировали, реальные условия в космосе. Там было какое-то остаточное давление, судя во всем. В общем, у него костюм раздулся сильнее, чем предполагалось. Он просто в эту надувную камеру не мог назад забраться. Это было проблематично. Ему стоило очень больших усилий зайти туда, ему пришлось стравливать давление из скафандра, иначе он рискал просто там остаться. И потом, когда во время полета еще были проблемы, там начало нарастать давление кислорода, какая-то утечка была, это тоже было пожароопасно, несколько. И была проблема при возвращении на Землю, им пришлось вручную корректировать. Ну, опять-таки, вот это, о чем я говорил, что был большой акцент на автоматику. Которая не сработала, как надо. Да, и им пришлось вручную все этот маневр свода с орбиты делать. Это было сложно делать в этой капсуле крошечной, но они сделали. Но капсула приземлилась далеко от расчетной точки посадки, и им там пришлось пару дней ждать, пока до них наземная партия доберется. Там с вертолетов их, по-моему, относительно так быстро нашли. Но вертолеты не могли просто сесть в тайгу, грубо говоря. Ну, а типа, скинуть там лестницу? Ну, не, они им скидывали там, они припасы скидывали. Был вариант сесть на лестницу, но там, опять же, это бюрократические разборки были. Кто-то предложил давай идти на лестницу, кто-то Айсен там упадет. Нет, пускай, наверняка к нему люди доберутся. Короче, они из-за этого там в тайге пару дней ждали, пока до них. Но это не была история из разряда как во времени первых, когда они там выживали два дня? Нет, ну, там Леонов вроде говорил, что там была неприятная ситуация, что там какие-то медведи выходили из тайги, он стрелял в воздух из Бакарова, вот, чтобы, типа, отпугнуть их. Вот. Ну, Леонов вообще любил всякие истории рассказывать, так что тут может быть немножко преувеличено. Вот. Ну, естественно, это не так все драматично, как в фильме, где их там хотели взорвать и все такое. Вот. Ну, к слову, первый американский выход в открытый космос, там тоже были проблемы, не то, что только в Советском Союзе все было там. Я, честно, уже суть не помню, но там в какой-то момент зашла ситуация до того, что там чуть ли не придется бросить космонавта в космосе и вернуться. И я, честно, вообще уже забыл подробности истории, но там какие-то проблемы, по-моему, были. Мне не помню. Может быть, это не первый, а второй выход в космос. Ну, конечно, бы сейчас погуглил. Кому интересно, тот дочитает. Ну, да, были какие-то серьезные проблемы. Ну, у них тоже все негладко было, но как-то все-таки первые полеты в космос, они, на удивление, там было очень много опасных ситуаций, но все-таки на удивление в основном как бы проносило. Проносило. Да, все-таки более ответственно подходили люди, какие-то резервы всегда были, ну, запас надежности. Насколько большая роль была Павла Беляева в полете? А, Павел Беляев, да. Ну, да, вот почему про него забыли, я забыл про него, что с Беляевым. Ну, сколько я помню, по воспоминаниям отмечалось, что он такой не очень яркий человек, ну, не очень общительный, и как бы его ругали за то, что когда его там за границу отправляли, там, ну, эти выступления делали, потому что он не очень звездой был. Но основная проблема Беляева в том, что он просто, как проблема Беляева, ну, немножко это звучит странно. Человек такой, получается, нет? Он умер в 70-м году. Леонов дожил до наших почти времен. Он умер в 70-м году, да, поэтому про него никто сейчас и толком не помнит, потому что, ну, из летавших космонавтов он, ну, кто своей смертью, грубо говоря, умер, он, по-моему, был первым, потому что, ну, Комаров погиб во время полета, Нелюбов, он в космос не летал, Бондаренко сгорел в Баракамере, он тоже в космос не летал, а Павел Беляев был, по-моему, первым космонавтом, кто вот по медицинским причинам по состоянию здоровья. Какая его роль была в этом полете? Они друг друга с Леоновым дублировали, либо у них были полностью разделены задачи? Ты не в курсе? Ну, получалось, что Беляев командир корабля, он им управляет, а на Леонова были физически подготовлены, возлагался именно выход в космос, потому что это очень непростая задача. В космосе, в принципе, сложно. Сейчас как бы особо ничего не изменилось, но, понятно, сейчас уже таких ситуаций не возникает, что там кто-то стравливал давление, но это, в принципе, очень непростая задача, потому что обычно нужно большие усилия прилагать. В скафандр, ты в скафандре находишься, чуть сильно потеешь. Там же был случай, когда космонавт чуть не утонул, потому что у него начала протекать утечка воды из системы, я не помню, охлаждение или питьевой, но, в общем, у него пришлось... Прямо внутри к скафандра. Ну да, а что ты в космосе с этим сделаешь? Только ему пришлось досрочно прекратить выход и вернуться на МКС. Это было, в общем-то, не знаю, лет 10 назад, по-моему. Хорошо. Высадка на Луну. Что предшествовало? То есть, я так понимаю, Советский Союз где-то после Леона вот они прекратили полеты, старые корабли, и они, в принципе, забили на лунную миссию? Или они еще как-то участвовали в гонке? Нет, они в гонке участвовали, просто проблема в том, что они начали участвовать в гонке, во-первых, с большим опозданием от американцев, во-вторых, Советский Союз, при том, всех проблем, о которых я говорил, они избрали очень странный, на мой взгляд, подход. Они решили одновременно развивать два проекта. Первый проект по облёту Луны, второй проект по, собственно, посадке на Луну. Для них использовались две разные ракеты, две разные модификации космического корабля. То есть, для полёта на Луну использовалась, для облёта Луны использовалась ракета Челомея, УР-500, которая предшественник, ну, ранняя версия протона, грубо говоря. И использовался специальный корабль, ну, именно для облёта Луны по одному витку. Он отправляется, облётает Луну, возвращается на Землю. И в идеале они хотели облететь Луну в Советский Союз в 67-й год, но всё пошло совсем не так, как они хотели. То есть, в какой-то альтернативной реальности Советский Союз, по крайней мере, мог бы облететь Луну раньше американцев. Это было возможно. Но там просто серия неудачно-неудачно. Неудачные то там ракета упала, то корабль вышел на орбиту, разгонный блок не сработал, то корабль всё-таки облетел Луну, но разрушился во время входа в атмосферу или подорвала система автоматическая, потому что он мог сесть на территории и там врубовремя. Это всё автопилотируемое корабль без людей. Китая, да, без людей. На территории Китая, Китая тогда чуть ли не врагом СССР было побольше, чем Штаты в конце 60-х. Они очень конфликтовали. Вот. И эти вот неудачи, они накапливались. И было уже критерий как бы перед полётом Гагарина, что сделано два успешных беспилотных испытания, после этого летим. Но тут ещё Комаров разбился, после этого они ещё больше заточили подход, а этих двух успешных полётов у них по факту и не было. Наконец-таки к осени 68-го года они совершили один полёт, который по факту можно было назвать успешным, и то там были проблемы, но считалось, что если бы космонавты были на борту корабля, они бы решили эту проблему. Вот. Да и типа техники бы более ответственно подходили к подготовке полёта. То есть и космонавты написали письмо в политбюро, грубо говоря, не просили, что ну давайте космос рискованное дело, мы рискуем, мы все отлично понимаем, что мы делаем, вот давайте разрешим нам полёт. Это было начало декабря, ну опять же разница между советской и американской программой, в том, что американцы ничего ж не засекречивали в плане того, когда они людей отправили. То есть как бы было заранее известно, что они полетят в канун Рождества, Аполлон-8 облетать, Луну. И советский запуск был намечен, по-моему, на 9 декабря или на 10 декабря, то есть за две недели до них это была возможность вот облететь Луну до американцев, потому что, ну наконец-таки вот было это самое успешное одно испытание. Хотели два, было одно. Говорили, ну давайте технику безопасности всё-таки оставим на второй план. Ну в итоге Политбюро не рискнуло, отказало в этой просьбе, а вот в итоге это испытание, которое было беспилотным, оно закончило взрывом ракеты, так что получается, что скорее всего если бы они разрешили космонавтам лететь, то там система аварийного спасения бы сработала, но конечно мне думается, что вряд ли бы техники уж настолько бы по-другому подошли к подготовке запуска, что этой аварии бы не было. Вот, ну там было много факторов, всё могло сложиться иначе. Советский СССР смог облететь Луну раньше американцев, но этого не случилось. Да, американцы облетели Луну, там, блин, сработало вот этот странный принцип, что мы вбухали кучу денег, но нам теперь это неинтересно, мы не хотим быть вторыми, то есть, ну, мы проигрывать, грубо говоря, не умеем, сделаем вид, что мы вообще не играли. Мне этот подход не нравится, потому что, ну, тем более, что они после этого всё-таки наконец-таки сделали несколько, ещё несколько испытаний, наконец-таки довели до ума корабль, то есть, ну, в 70-м году советские космонавты могли бы облететь луну, но они просто не захотели признавать, что у нас ничего не получилось, мы проиграли. Ну, то есть, не то, что проиграли, но будем вторыми, не хотим быть вторыми. На этом получается... Опять же, корабль был, ракета была, ну, не было воли признавать всё это дело, так что облёт луны не состоялся. Это точка в холодной войне космической Советского Союза? Нет, потому что был ещё проект Н-1, королёвская ракета, ну, облёт луны это ракета Челомея, будущий протон, а полёт на Луну это, как говорят, другая ракета, сверхтяжелая ракета Н-1, королёвская, королев проект вот это сделал. Она должна была, собственно, доставить советского космонавта одного космонавта на Луну, что её мощности не хватало, чтобы двух людей отправить. Ну, то есть, естественно, не хватало мощности, чтобы отправить спускаемый аппарат, достаточно тяжёлый, чтобы там можно было разместить двух людей с теми же необеспечения и всё это. Её первый запуск был тестовый в начале 69-го года, завершился аварии, второй тестовый запуск лета 69-го года, по-моему, за пару недель до Армстронга. Он закончился вообще катастрофой, потому что ракета буквально задетонировала стартовые площадки, её полностью разрушило. Стартовая площадка это очень дешёвое удовольствие. Не, не быстрое. Ушло пару лет, чтобы его установить, потом ещё они сделали два запуска по инерции в следующие годы, оба завершились неудачей, вбухали ещё кучу денег доработать конструкцию. Вроде бы доработали, но потом программу закрыли в 74-м году. В каком году умер Королёв? 66-й. Это не было каким-то предназнаменованием конца эпохи? Ну, я думаю, для всех участников, да, они всё это потом, спустя несколько лет, они всё это слилось в единую такую цепочку неудач, которая вот типа с этого и началась, скорее всего. Ну, моё личное мнение заключается в том, что с точки зрения исторической памяти Королёву, возможно, даже, как бы цинично опять же это не звучало, немножко повезло, что он умер именно в 66-м году, потому что ракета Н-1 это, ну, это его проект, то есть, и там же проблема была в том, что Королёв, у него тоже был такой тяжёлый характер. Ещё в начале 60-х у него когда он разрабатывал проект Н-1, был вопрос, условно говоря, какое топливо использовать и какие двигатели. И ему обычно двигатели делал Глушко, ну, бюро Глушко, и он хотел использовать двигатели, по-моему, в кипящих компонентах, ну, короче, они более мощные, эффективные, но это топливо, оно ядовитое. Королёв сказал, что нет, будем использовать, по-моему, я не хочу, конечно, ошибаться, по-моему, всё-таки у него был керосинный кислород или что-то в таком плане, или кислород и водород, забыл эти подробности. не токсичное что-то. Короче, он хотел другое топливо использовать, Глушко отказался, это с этим вариантом, в итоге Королёву пришлось обращаться к бюро Кузнецова, менее известного конструктора, который, ну, не был Глушко. А почему так Королёв встал на дыбы, потому что он за людей родил? Я, честно, не знаю. Ну, наверное, считал, что это в будущем это более перспективный подход, но, опять же, с исторической точки зрения, как бы, да, сейчас от этого топлива всё уходит, как бы, протоны уже поэтому, собственно говоря, и тоже Казахстан на этом настаивал, что прекращаем полёты протонов, того, что экология. И во что это выливается? Выливается в то, что он обращается к Кузнецову, у него двигатели похожи, послабее, и на первую ступень N1 ставится в итоге 30 двигателей. Это много? Это очень много. На Сатурне 5 было 5 двигателей, поэтому у Сатурна 5, собственно, он называется. 5. А на N1 было на первой ступени 30 двигателей. Это даже сейчас сложно, ну, там у Falcon Heavy 3 бустера по 9 двигателей и 27 в итоге. Вот, а там 30. Отказ буквально одного двигателя, поломка и всё. И проблема номер 2. Ну, ладно, эти двигатели поставили, но у Советского Союза не было, не выделили денег на строительство полноценного стенда, чтобы можно было все эти, просто ступень поставить на этот стенд и осуществить полноценный прожиг всех 30 двигателей. Посмотреть, что же, собственно говоря, получится. Ну, опять же, 60-е, и сейчас это можно было на компьютере проработать, в принципе, основные моменты. Тогда возможности не было, только живые испытания. Денег на стенд не было, стенды не сделали. Они максимум, что делали, это делали прожиги отдельных двигателей из партии. Типа считалось, что мы берем партию, прожигаем пару двигателей, остальные нормальные. Если еще нормально, то считается, нормальная партия. Ну, подход оказался немножко закономерным в итоге, потому что, ну, 30 двигателей надежность не обеспечивали никакую. Вот, американцы потратили деньги, построили стенд, он до сих пор используется. То есть, вся эта инфраструктура, что они сделали, да, она была дорогой, но зато 60 лет прошло, они все еще и используют, пользуются. Советский Союз, ну, денег на стенд не выделил. Это очень важная причина, почему Н1 так и не полетела. Как умер Королев? У него вообще была рутинная операция. Ну, как, понятно, что операция такая штука, что ее сложно назвать рутинной, но вроде как ему обещали, что там, типа, за полтора часа управятся, у него там что-то, не знаю, я честно не уверен, но что-то полип удаляли или что-то в таком плане. Ну, то есть, это была обычная операция, это по факту. у него были, да, у него уже, конечно, здоровье пошатывалось, но вроде как, да, ему сказали, что да, полтора часа и все, и все, никаких проблем не предвещалось. Время операции началось кровотечение, начали забираться, оказалось, что у него там саркома или что-то в таком плане, ее начали удалять, возникли проблемы с дыханием, и они не смогли ему поставить трубку для дыхания вовремя, а он за это умер. Есть такое предположение, такое предположение, ну, я не медик, я просто говорю то, что я слышал, что когда он в лагерях был, ему челюсть сломали, и из-за этого трубка и не встала, из-за этого он и задохнулся на операционном столе. Мысли, слухи, не знаю, может быть, кто-то подумает, что Королев умер не просто так, это точно нет. На то время он был ключевой фигурой советского космоса, правильно? Ну, он был, можно сказать, движущей силой. Движущей силой. Опять же говорю, характер у него был тяжеловатый, что тоже не очень положительный фактор, но все-таки у него была как бы энергия и какое-то видение, долгосрочное видение. По крайней мере, мог заставить, мотивировать людей, и все-таки был авторитетом, к нему прислушивались. А когда он умер, там его поставили в уголе ЛКБ-1 Мишина, и его сейчас очень, его потом очень много критиковали, что он там строит из себя Королева, но у него ни таланта нет, ни энергии нет, и, в общем-то, я так понимаю, что его не особо уважали подчиненные. Вот. Ну, опять же, ну, когда это изучаешь, опять же, вот складывается такая картина, это какой-то тех подковерных игр каких-то не очень приятная, что все как-то друг друга критиковали, подсиживали, то есть, в какой-то момент, кажется, стали больше интересоваться там... Корыстными целями. Ну, не то, что корыстные цели, но понятно, что каждый считал, что его подход правильный, но ну, вот это отсутствие централизации, оно все и в итоге и погубило. Вот. Так что в итоге Советский Союз на Луну не улетел. Ты знаешь, у меня про Королева еще последний вопрос. Может быть, ты читал или вспомнишь что-то, было ли какое-то наказание тем людям, которые его оперировали? Его оперировал министр здравоохранения СССР, так что, мне кажется, его вряд ли наказали. Он остался министром после? Ну, я вроде ничего такого не слышал. Ну, опять же, можно это проверить. Но это все вопросы на то, чтобы понимать, насколько... Но его оперировали на высшем уровне, но это непонятно, что не то, что он пошел в поликлинику и там, да, это понятно. Ну, известно, что Королева, конечно, очень раздражало, грубо говоря, что он, типа, всем был засекречен, его космонавтов все знали, а кто там людей отправляет в космос, никто не знал. Королева никто не знал, в смысле, это не был публичной фигурой? Не особо, да. Насколько я понимаю, его стали широко освещать после смерти, то есть там переименование Королева, города, например, памятники, захоронения в Кремлевской стене, как бы вот. Опять же, ну, я не могу сказать, что я прямо как-то гулоко изучал этот вопрос, но насколько я понимаю, тут да, он как-то, не то чтобы его, по-моему, даже за границу не выпускали, только он его там в Чехословакию один раз съездил, это чуть ли не максимум, то есть, не знаю, боялись, что он там убежит или чего, не знаю, это советская паранойя, но да, он как-то держался в тени. Лунная программа американская уже получается. Перед тем, как поговорить про то, как она развивалась, скажи, почему первым должен был состояться облет? Потому что обычному обывателю может показаться, что высадиться на Луну наверное, ну, попроще, тупо по каким-нибудь затратам топлива или еще чего-нибудь. Ну, в данном случае все было просто, потому что Аполлон, собственно, состоял от два космических корабля, один корабль, для которого они возвращались на Землю, который может войти в атмосферу, а второй корабль для посадки на Луну. Интересно, какой типу защиты там нет, он чисто для посадки на Луну. Два космонавта из трех перебирались на лунный корабль и с такого ли садились, но Аполлон-8, когда запускался, лунный корабль еще не был готов. И они сделали рокировку полета, потому что изначально они хотели построить лунный модуль, испытать его на коллоземной орбите, потом уже отправить корабль к Луне для тестирования. Но лунный модуль не был готов, они решили. они еще знали, что в Советский Союз все-таки готовится облет Луны. Они не знали, насколько это успешно или не успешно, то есть, насколько реально они отстают или опережают. Поэтому они решили тоже немножко рискнуть и облететь Луну на космическом корабле Аполлон без лунного модуля. Вот. Но это тоже как бы было важным испытанием, потому что Советский план предполагал просто вот облет Луны и все. Он был в этом плане конечно безопасным, но это просто Луна облетает и все. Выглядит бессмысленно. А Аполлон он должен был именно выйти на орбиту вокруг Луны, остаться, совершить несколько витков и потом повторно включить двигатель и вернуться на Землю. То есть, с одной стороны, риск, если двигатель не включится, они навсегда там останутся, шансов не будет. И без лунного модуля, как бы, если бы был лунный модуль, они бы в теории могли его двигатель использовать, чтобы все-таки до Земли добраться. Какая-то теоретическая вероятность, насколько я понимаю, была. Хотя это и не планировалось, но я думаю, они могли бы что-то придумать. А с Аполлоном 8 получается, что они рисковали, что если вдруг двигатель не запустится, то они там останутся. Но опять же, были моменты, где от риска нельзя было отказаться. Они рискнули, они в итоге выиграли. Аполлон в целом достаточно надежным кораблем оказался. Хоть 13-й и взорвался, но все-таки ресурс живучести у него оказался достаточно неплохим по итогу. То, что космонавты, то есть астронавты все-таки вернулись на Землю живыми. Авария была достаточно серьезной. Прежде чем про 13-й Аполлон поговорить, давай все-таки про самое начало. Я так понимаю, для того, чтобы на Луну улететь, нужно было запускать, ты уже сказал, два корабля. На одном космонавты, я так понимаю, взлетали, а второй внес с собой лунный модуль, две ракеты. Два корабля, да, лунный модуль, ну, лунный корабль и сам Аполлон, космический корабль, такой, ну, как их обычно представляют, то есть капсула экипажа и двигатель сзади, да. И, ну, собственно, вариантов было, конечно, да, можно было запускать их отдельными ракетами, стыковать на орбите и там уже дальше лететь к Луне. Но в итоге американцы решили воспользоваться вариантом, создадим одну очень мощную ракету, которая сможет их одновременно оба поднять. Ну, это ракета Сатурн-5. Она могла взять 140 тонн на низкую околоземную орбиту, пока что это достижение никто не перекрыл. Это была дорогостоящая опция, но, опять же, техника ракетная тоже сбоила и один запуск безопаснее, чем два запуска. Ну, два запуска проводить, потерял один корабль и все, тогда миссия провалена, я считаю. Вот. Собственно, они начали этот проект, запустили, по-моему, в 62-м или 63-м году, а Сатурн-5, ну, опять же, это гигантская ракета, гигантская инфраструктура, они всю эту инфраструктуру делали, это занимало время, пока они делали ракету, они, соответственно, нам нужно было подготовить астронавтов, и, соответственно, они построили космический корабль Gemini, пока шла подготовка Сатурна-5, Gemini летали в космос, они на них вот все это тренировали, выходы за пределы корабля, стыковку с тестовыми ступенями, различные маневры, там не все было гладко, но в итоге они все-таки основные операции натренировали, плюс проводили интенсивный тренинг на Земле, там был построен специальный такой тренажер, во-первых, во-вторых, такой специальный аппарат, который должен был симулировать лунный модуль, условия полета на лунном модуле, там с помощью двигателя они симулировали, как он будет летать примерно при одной шестой лунной гравитации, как-то они этот эффект создавали, вот, в 67-м, по-моему, году, 68-м, наверное, все-таки в 67-м они провели первое беспилотное испытание Сатурна-5, а в 68-м уже полетел Аполлон-7, то это уже первый полет Сатурна-5 с экипажем на околоземную орбиту, они опять-таки отработали, убедились, что корабль вроде как летает нормально, ракета тоже нормально, там при тестовом полете, насколько я помню, был тоже сбой, один двигатель, один из двигателей отказал, ну, в общем, оказалось, что эту проблему достаточно легко решить, потом Аполлон-8 влетает Луну, потому что лунный модуль еще не готов, но они, по крайней мере, тестируют сам облет Луны, ну и опять же нельзя забывать, что все-таки это все политическая акция в первую очередь, была все это лунная гонка, по сути, это тоже было очень большим протяжением для американцев, потом, следующий, Аполлон-9, лунный модуль уже готов, но они решают, что будут тестировать его в более безопасных условиях, то есть на околоземной орбите, то есть отправляется лунный модуль, ну то есть Сатурн-5 доставляет на орбиту Аполлон и лунный модуль, далее они там отрабатывают стыковку, расстыковку, полеты, все эти маневры, все хорошо проходит, следующий полет Аполлон-10, это май 69-го года, это генеральная репетиция, Аполлон-10 долетает до Луны, выходит на орбиту вокруг нее, два космонавта, астронавта перебираются в лунный модуль, отстыковываются и опускаются до отметки в 15 километров, то есть они могли по факту высадиться? Они могли бы высадиться, но чтобы они, я не знаю, может быть специально ради этого или что, ну короче, туда топливо не долили, то есть чтобы, не знаю, чтобы искушения не было или что, ну да, если бы, в принципе, если бы горело очень сильно, они бы высадились в мае 69-го, а не в июле, Аполлон-10 вполне бы это сделал, но они делились все нормально, и к тому моменту уже как бы было очевидно, что Советский Союз уже не успеет их обогнать, так что в июле Армстронг садится на Луну, там была немножко драматичная посадка, что такое? Ну, опять же, в фильме «Первый человек» это очень сильно драматизировали, но там оказалось, что место, где он планировал садиться, оно завалено булыжниками, был риск того, что посадочная опора сломается, и тогда все, они не смогли бы взлететь, корабль бы просто догнулся бы и упал, так что он перелетел этот участок и сел на более безопасном участке, ну, по Луна-1, понимаешь, что это, конечно, такой полет, ну, тоже демонстративный, максимально быстрый был, то есть высадились, вышли, поставили флаг, взяли немножко образцов, а там выход продолжался, на все, по-моему, два часа. Что за прикол с флагом и с тем, что это фотошоп, что он развивается на ветру? Нет, ну, это же вакуум, там же вибрации, не гасится же атмосфера, то есть наоборот, он получается, когда они поставили, он трясся, и эта трясучка, она же так просто, опять же, это же не землянная. То есть Луна трясется? Не, не Луна трясется, я имею в виду, что это сама... А, сама палка, что я тебе все понял. Да, да, когда они ее поставили. Там уже еще проблемы возникли, что он полностью не раздвигся, он из этого вообще-то немножко скомканным получился. Вот. Ну, Аполлон-11, я же говорю, это такая, конечно, научная ценность. Ну, не, ну, конечно, большая была, что ли, доказали, что все это нормально работает, взяли образцы. Большого пылевого этого болота? Не, ну, это же понятно, что даже беспилотные аппараты садили, это доказали, но, конечно, это огромное значение имело, но у всех этих исторических датах, конечно, я всегда считал, что, конечно, быть первым хорошо, но, на самом деле, по факту, обычно с точки зрения каких-то таких важных данных, то, конечно, более поздние миссии важнее. Сколько раз после Армстронга американцы еще усаживались? Пять. Ну, если бы не Аполлон-13, то было бы шесть. Зачем? Почему зачем? Почему спрашиваю? Потому что, я знаю, это все были практически военные, что они там делали. Ученых там, по-моему, считанное количество было. Нет, ну, астронавты тогда, в принципе, брали первый набор космонавтов, первый набор астронавтов, да, это все военные летчики, естественно, считалось, что это самые тренированные люди, имеющие подпилотирование, перегрузки, здоровье, все, что нужно, чтобы стать космонавтом. вот, то есть там как бы особых вариантов изначально не было. Потом уже постепенно стали ученые спрашивать, что, в общем-то, ну, надо бы кого-то отправить с нашей стороны. Вот, Восход-1, когда летал там, там был такой первый, наверное, в мире частично гражданский полет, потому что Комаров, ну, ну, летчик военный, да, но два остальных участника, феоктистов, это инженер, который строил Восток, а Егоров, это, он врачом был, третий космонавт, то есть, как бы такой опыт уже был. У нас в этом плане было, кстати, я насколько понимаю, даже консервативнее, потому что оно не хотело брать ученых. Вот, но когда лунная программа стала заканчиваться, все-таки ученые как-то уже настояли, что надо кого-то, геолога, все-таки настоящего на Луну отправить, что, конечно, астронавтов учили, как фотографировать там, как камни определять, ну, понятно, что профессиональный геолог все-таки намного лучше, чем летчик, которого прошел курс, как быть геологом. И, ну, да, есть такое мнение, что вот Аполлон-17, последний из Аполлонов, где был геолог Харрисон Шмидт, с точки зрения ценности образцов, он превосходит все предыдущие пять вместе взятые. Вот, ну, наверное, все-таки немножко привлечено, но, да, как бы, почему не остановили сразу, ну, во-первых, все-таки космические корабли-то были уже готовы, ракеты были готовы, а других целей для них, в принципе, как бы не было. Все равно их нужно было бы запускать, ну, опять же, я думаю, когда американцы все это планировали, они изначально тоже учитывали факт, что могут быть какие-то неудачи, и нужен будет запас кораблей. Вот. Решили бы... Ну, честно говоря, что это, возможно, даже небольшое чудо, потому что, поскольку лунная гонка все-таки, опять же, политическая в первую очередь, по политическим причинам училась, а не по каким-то практическим, практической необходимости, то да, в теории, они могли бы после Аполлона-11 перестать запускать людей на луну, потому что, как бы, цель мы основной выполнили. Но, к счастью, этого не произошло, и поэтому были дальнейшие полеты. Почему ты говоришь, к счастью, это что-то принесло в итоге? Не, ну, с точки зрения науки, конечно, принесло, да. Что? Ну, как бы пять раз летали, набрали камней, которые сейчас продаются за баснословные деньги. Ну, я не знаю, на самом деле, нас своих вроде никого не продает, это просто были истории, что когда они раздали каждой стране, прислали по лунному камню, ну, всем странам, которые тогда были, в 69-м году. И, ну, особенно это касается африканских стран, естественно, местные царьки, президенты, многие из этих камней, конечно, быстренько, они куда-то исчезли или появились на черном рынке, вот, такие истории, да, ходили. Советский Союз отказался от подарка и заявил, что, типа, нет, давайте меняться лунными пробами, типа, вы нам там пару грамм, и вам пару грамм. Вот. Типа, обиделись, обиделись такому подарку. А у Советского Союза откуда правы были? Автоматические какие-то? Да, были, лунные автоматические миссии, которые взяли пробы. Понятно. Когда АПАОН-11 летел на Луну, кстати, сейчас Советский Союз тоже запустил станцию в надежде хотя бы, чтобы пробу грунта вернуть раньше американцев, но она разбилась, не получилось. Вот, так что, да, в Советском Союзе были пробы, но, конечно, намного меньше, чем у американцев. Полезность всех, пяти миссий? ну, полезность. Про Луну узнали много чего нового, на самом деле. Понятное дело, что с точки зрения обывателя, это... То есть каждый из полетов, он преследовал какие-то новые цели? Да, они же ведь сажались в разные, садились в разные районы, там, один из Аполлонов садился, по-моему, пятнадцатый у подножия гор, местных лунных, были посадки кратеров Ромауру, там, ну, короче, они выбирались, конечно, геологи играли роли, ну, пилоты тоже, кстати, астронавты участвовали в планировании. Были, на самом деле, интересные проекты, куда можно садиться, хотели высадиться в кратер Тихо, ну, если посмотреть на Луну, там можно даже невооруженным глазом, если хорошее зрение, можно увидеть, что в нижней части есть такой кратер, от которого полосы тянутся. Это кратер Тихо, это, типа, один из самых молодых лунных кратеров, он очень хорошо сохранился, он очень здорово смотрится на фотографиях с космических аппаратов, ходили туда садиться, но, к сожалению, все-таки отказались от идеи, а был еще вариант садиться на обратной стороне Луны, вот, но, пожалели, пожалели деньги, уже все-таки начали жалить деньги, для этого нужно было спутник еще запустить, чтобы он ретранслятором был. Обратная сторона Луны, ее же не видно, да, на Земле? Нет, нет, всем фазно крутимся как-то. Да, так что, да, по крайней мере, благодаря Аполлонам стало понятно, что все теории образования Луны как бы не очень состоятельны, сейчас появилась после этого теория этого гигантского столкновения, вот, в принципе, эти образцы до сих пор анализируют, еще долго будут анализировать, просто методы меняются, там, где-то процентов 80 камней поместили в азотное хранилище, на долговременное хранение, в принципе, НАСА их выдает, если там можно прислать заявку, если обосновать, хорошо обосновать, зачем тебе эти образца, ну, может, их тоже прислать для исследования. Хорошо, можно ли сказать, что лунные вот эти вот высадки, они были концом Холодной войны космической, космической ее части? Ну, в общем-то, в целом, ну, как бы да, потому что... Уже время там такое было, 80-е? Не, ну, это последняя Аполлон-17, это 72-й год, декабрь 72-го года. Ну, оно закончилось, потому что американцы выиграли лунную гонку, Советский Союз проиграл ее, и стало быстро понятно, что следующий этап, полет на Марс, никто, как бы, форсировать вроде как не собирается. В Советского Союза были проекты, ряд проектов, там, кораблей для марсианских, но финансирования они не получили. В свою очередь, американцы вздохнули с облегчением. То есть, в то время уже думали лететь на Марс? Да, вообще у Королева даже были проекты полета на Марс, там, ну, разные, разные, проектов было много, просто, как бы, ну, одно дело, когда есть проект, другое дело, что надо его получить одобрение, и, соответственно, деньги начать все проработку, этого ничего не случилось. Так, собственно, и с Луной тоже, ведь оно же изначально не предполагалось, что просто вот будут, полетают, походят там, поедут на автомобилях и улетят. Там же следующим этапом должно было стать какой-то постоянной базы. Были очень большие планы у НАСА, да, у Советского Союза были планы строительства базы, но тут, как бы, в США случилось то, что эта победа, она чуть же НАСА и не погубила, потому что после этого стал вопрос, ну, собственно говоря, зачем нам дальше летать в космос, потому что у Советского Союза на Маркс не летит, нам на Луну летать как бы дороговато, тут война в Вьетнаме, много денег, вот эти, только-только эти гражданские бунты 60-х закончились как-то, публика, и публика, первым делом под нож всегда шли космические программы, финансирование очень уменьшалось, резко, причем, если 4%, о котором я говорил, это как раз-таки 66-й год от бюджета нас получило, то уже в 72-м это было примерно, по-моему, 1%, может даже меньше, то есть такое четырехкратное падение финансирования за пару лет, и вообще вставил вопрос в том, что зачем нам в космос лететь, и всей этой идее НАСА надо было как-то выживать, и они придумали продавить проект шаттла, как не просто какого-то космического корабля, а то есть система, которая сможет много чего делать, при этом она еще и как-то окупится со временем. Это спейс-шаттлы, которые... Да, как бы... Ну и то, у них это с очень большим трудом случилось, потому что финансировать не хотели, и в итоге они обратились за помощью к ВВС США, ВВС согласились, мы дадим поддержку, но вы типа сделаете то-то, то-то, то-то в шаттлах, из-за этого шаттла, изначальный проект, он очень сильно вырос в размерах, грузовой отсек гигантский туда поставили, что изначальный шаттл был намного меньшей машиной, которая, возможно, была бы лучше. Но военные выдвинули требования, НАСА их сделало, а потом получилось, что к тому моменту, когда шаттлы полетали, эти требования уже стали бессмысленными, потому что... Поэтому шаттлы закрылись? Не, шаттлы не закрылись, но я имею в виду, что это повлияло на их конструкцию и не лучшим образом, я бы сказал. Шаттлы, это те... Челлаки. Челлаки, которые сами садятся наподобие самолета. Да. В Советском Союзе, по-моему, бураны были похожими. Да? Да, буран, это, честно... Это было противостояние? На мой взгляд, это, можно сказать, попытка возвращения космической гонки. Ну, я просто хотел сказать, что да, как бы формально, можно сказать, что классическая космическая гонка завершилась где-то с полетами на Луну, ну, полет союза Аполлона, это как бы символическое считается ее завершение. Но в 80-х был новый виток из-за программы в США «Звездные войны», а Советский Союз решил, давайте мы тоже обзаведемся с шаттлом. Программа «Звездные войны»? Ну, как это, условно говоря, стратегическая оборона инициатива Рейгана, когда он выступил, сказал, что давайте там сделаем такую систему защиты, которая будет сбивать все боеголовки и все такое. И в Советском Союзе на это очень остро отреагировали. Так, в общем, «Буран» появился, что когда в Советском Союзе узнали про шаттлы, начали думать, зачем им шаттлы, типа, с экономической точки зрения это бессмысленно. Ну, то ли то, то соображение, что как бы НАСА просто нашло проект, который можно подать под видом. Там как бы реально уже тогда понимали, что шаттлы, они, ну, практически, ну, никогда, скорее всего, не окопятся, что это нереально. Нету такого необходимости вывода в космос такого количества грузов. Но они все-таки этот проект продавили. в Советском Союзе, я не знаю, они не понимали или, может быть, просто не хотели понимать. Ну, это ВПК, все-таки им тоже нужны постоянные заказы. И они начали писать докладные записки, что шаттлы можно использовать для сброса ядерных бомб на Москву, и нам нужна такая же система. Зачем? Я не знаю. Меня всегда поражают все эти вот какие-то плач по «Бурану», что типа уникальный корабль. Ну, он был красивый. Да, но для чего он нужен? Я реально этого не понимаю, потому что в Советском Союзе был уже тогда вполне летающий корабль «Союз» для доставки людей на орбитальную станцию. Вот. Для вывода просто спутников есть куча одноразовых обычных ракет. в США не было космических кораблей после «Аполлона» и других, так что у них других орбитальных станций у них после «Скайлоба» такой пробный проект у них не было. Они шаттл, собственно говоря, использовали как временную орбитальную станцию. Туда загружался научный модуль, грузовый отсек, научная лаборатория, в ней проводились эксперименты. То есть шаттл у них, по крайней мере, позволял летать людям в космос, позволял какие-то эксперименты проводить. В Советском Союзе все было для того, для функций, которые мог выполнять «Буран». То есть они просто спустили деньги примерно, как американцы, на лунную программу, просто по принципу, чтобы у нас это было. Для чего конкретно должен летать «Буран» я не понимаю. И даже самое забавное, что «Буран» слетал без пилотных полетов в 88-м году. Я после этого плачу, что Горбачев прикрыл проект после этого, как он мог, но даже официальный план полета предполагал, что первый полет с космонавтами «Бурана» будет в 94-м году. То есть в 88-м планировал, что он полетит с людьми в 94-м. Это так странно, что я не знаю, зачем этот корабль был нужен. Просто как космический бомбардировщик, но межконтинентальные баллистические ракеты, они дешевле и эффективнее. Ну, такая очень странная история, но на «Буран» спустили, Советский Союз спустил примерно столько же денег, сколько американцы на программу «Аполлон», на полеты на Луну. По крайней мере, они хоть на Луну высадились, а в Советский Союз, я не знаю, просто помог себе развалиться быстрее. На мой взгляд, одна из самых бессмысленных трат. то есть там, конечно, военные какие-то пытались придумывать, как же можно его использовать, там какие-то там тоже в стиле «Звездных войн», какие-то там проекты, но это все как-то очень дорого и, на мой взгляд, очень просто безумно неэффективно. Слушай, «Буран» получается, косменно даже повлиял где-то на распад Советского Союза? Ну, такие бездумные траты, да, просто никакого экономического обоснования у него нет, научной цели никакой нет. Для запуска людей в космос уже корабли есть. Чисто военное предназначение окей, но очень сомнительное, очень сомнительное. Причем корабль в 88-м году все равно уже был не до конца доделан, там, например, катапульных сидений не было для тестовых пилотов, поэтому, кстати, одна из причин, почему он с людьми еще не был готов летать. Вот. Это как бы, ну, сборка орбитальных станций, американцы используют для этого шаттл, но Советский СС мир же собрал просто обычными ракетами без шаттлов. Как раз-таки автоматические системы стыковки все-таки в том момент уже нормально работали, то есть, ну, на мой взгляд, такой памятник необдуманным тратам. В какой момент появляется МКС? И на каких, на каком фундаменте появляется? Ну, МКС появляется как раз-таки вот благодаря части тем же шаттлам, потому что шаттлы появились, надо чем-то их загрузить. Так. И был проект «Давайте создадим свою модульную орбитальную станцию с названием «Свобода». «Свобода». Было много проектов. Это американский проект. американский, чисто американский. Вначале, как обычно, все было очень красиво, и хотелось быстро и красиво. Потом произошла катастрофа «Челленджера». Стало понятно, что шаттлы как раньше летать уже не будут. Все это дороже. Надо больше времени и безопасности уделять, больше усилий. И станция начала дорожать. Они решили привлечь туда европейцев, японцев. вроде утвердили проект, но опять же с финансированием были проблемы, большие проблемы. То есть не было особого желания у Конгресса. Просто в США получается, что бюджет администрации президента предлагает, условно говоря, бюджет, но утверждает его по факту уже Конгресс. Конгресс может дать деньги, а может не дать деньги. Зависит от лоббистов, в частности, от строения публики. Как разные факторы. И все это дело повисло как бы в воздухе. Было понятно, что как бы буксует проект. Ну, а потом Советский Союз развалился. Где-то в 92-м или 93-м году пошли разговоры о том, что в России есть блок для станции МИР-2, но тоже проблемы с деньгами. Еще больше, естественно, чем американцы, потому что тогда российская космическая индустрия дышала на ладан, а американцы очень боялись, что российские специалисты просто разъедутся по всяким странам, которые типа Северной Кореи и Ирана, которые будут им платить. Они не хотели, чтобы российские аркетчики уезжали из России, и они как будто получается, что два совпало. Во-первых, проект, который такой возможность совместить два проекта, то есть МИР-2 и американский фридом, и во-вторых, как бы загрузить работы русских специалистов, чтобы они никуда не уезжали. Почему их не переманить к себе? Это уже не то время было? Ну, у себя же свои есть, ну, не знаю, я думаю, что... Ну, это интересно. Ну, реально тогда были такие опасения, да, они не хотели, чтобы как-то наладить сотрудничество, ну, вообще атмосфера была другой, поэтому училась, была достигнута эта договоренность, где в 93-м году соглашение о строительстве станции, вот, ее потом проект наконец-таки переформатировали, примерно в то, что мы сейчас видим. Получается, в 98-м году начали ее собирать, американцы запустили стыковочный отсек, Россия запустила Зарю, по-моему, у Заря это и есть этот базовый блок МИР-2, который потом добавили третий модуль и в 2000-м году наконец-таки туда отправился первый постоянный экипаж, и вот она... В 2000-м году? Да, и она уже 20 лет отметила. Мне казалось, что она вообще там с моего детства, я в 92-м родился, мне казалось, что она уже тогда была. Я помню в детстве, что ее в новостях там обсуждали частенько, да, там показывали, как она будет выглядеть, но сборка началась в 98-м, а в 2000-м там наконец-таки появился первый экипаж, насколько она еще протянет, немножко уже сложно сказать, вроде как хотя до 1030-го хотя бы дотянуть, но тут уже, конечно, есть проблемы у некоторого износа. Насколько вообще этот проект оказался полезен? То есть, будет ли новый МКС после? Геометрально оценки противоположные, вот, типа, величайшие проекты в истории восьмого чудо-света до, конечно, несмысленной траты денег, и вот, ну, очень, я думаю, действительно где-то посередине находится, как бы. То есть, это больше, это научная лаборатория по факту? Ну, навряд ли там будут какие-то военные исследования делать? Ну, естественно, какие-то там военные исследования. Нет, там проводят, да, много экспериментов, там есть лабораторные отсеки, естественно, да, как исследование еще проводится по влиянию здоровья людей для сильного пребывания в невесомости, там были эксперименты, там, когда по году космонавт и астронавт находились на МКС. Это, кстати, не рекорд, рекорд поляков поставил в 94-95 годах он 430 дней пробыл на Мире, по-моему. А Мир по своим масштабам намного меньше был МКС? Да, он заметно меньше МКС, но там, когда поляков летал, там уже модулей 5, наверное, было, мне кажется. Понятно. Вот, ну, этот рекорд не побит, но, в любом случае, исследования на чем больше людей, чем лучше, как бы. Вот, проводятся эксперименты, ну, смотрится, как вообще все это влияние космоса на саму станцию, на все это дело. Вот. Ну, конечно, да, есть вопросы о том, насколько это экономически целесообразно, денег много туда вбухали, на поддержание станции тоже много денег тратится, но, опять же, связано с тем, в части, что шаттлы перестали летать, потому что шаттл мог взять 25 тонн груза, а эти корабли снабжения несколько тонн груза доставляют, так что, поэтому сейчас туда много кто, много кто груз доставляет, там, прогрессы, Илон Маск, и все это вот дело. Почему шаттл не возобновить? Челленджер так повлиял? Не, Челленджер, он не стал гвоздем в крышку гроба, он, конечно, после этого серьезно повлиял, что NASA отказалась от идеи, во-первых, раньше шаттлы ведь использовались для вывода, как государственных, грубо говоря, грузов, то есть военных или по каким-то контрактам NASA самого, либо частных, ну, частных заказчат, хотели спутник запустить, окей, шаттл его доставляет в космос. Но шаттлы вот вышли на это где-то в 84-м году, а в 86-м Челленджер погиб, после этого решили, что нет коммерческой грузы, мы возить больше не будем на шаттлах, только частные заказы, частные заказы, государственные миссии, да, вот. Ну, в 2003-м погибла Колумбия, после этого стали вопросы, типа, катастрофа как бы, ну, не то, что ее можно было, то есть, во-первых, проблема конструкции самой, что этот инцидент произошел, что там эти теплозащитные плитки были. Сколько я понимаю, когда корабль проектировали, то решался вопрос, делать какой корпус, с плитками или без плиток, без плиток было чуть-чуть дороже, они решили делать с плитками. Немножко сэкономили там, но в итоге, конечно, ничему хорошему эта экономия не привела. Вот, но там как бы была история, что вообще на самом деле то, что когда Колумбия погибла, потому что у нее прогорела теплозащита, теплозащита прогорела, потому что во время старта от топливного бака отвалился кусок изоляции, ударил по крылу и сделал брешь. Этот момент засняли на видео, и в принципе о нем специалисты нас осознали, но как бы руководство сказало, что не, это ерунда, в общем такое было, просто они хотели, чтобы использовать какой-то один из шпионских спутников Пентагона, чтобы он просто сфотографировал крыло шаттла, и я посмотрел, есть ли там дыра или нет. Руководство от этого отмахнулось, и шаттл сгорел. В теории, если бы дали добро, спутник бы мог это сфотографировать, это отверстие, тогда в теории могли бы спасти экипаж, могли бы запустить другой шаттл и забрать с него экипаж. Это в обычных условиях было невозможно, но конкретно в том месяце было возможно, потому что американцы готовили другой шаттл, то есть там эта процедура вся достаточно длительная, но они уже сделали основную часть операции, то есть расчеты показали, что все было возможно, но как бы после этого был такой большой резонанс, и как бы было принято решение, что мы достраиваем МКС, и все, шаттлы не летаем, отдадим все это частным компаниям в будущем на откуп. Вот. Ну ладно, про частные компании это уже немножко зашел в будущее, но тогда было просто принято решение, что мы шаттлы не запускаем, а вместо этого, когда МКС до страны, запускаем новую программу «Созвездие», вот, с новым кораблем. это Буша была проект, Буш проекта сделал. Вот. Потом где-то начался финансовый кризис в седьмом-восьмом годах, и по проекту «Созвездие» особо ничего сделано не было, пришел к власти Обама, и было принято решение попробуем частный сегмент развивать вместо этого, дадим это частникам, постепенно вначале беспилотные миссии, снабжения, потом пилотируемые миссии. Ну, в итоге шаттлы ушли в отставку в 2011 году. Отвечая на вопрос, который там минут 15 назад звучал, финализируя МКС, как ты думаешь, будет возобновляться этот проект после того, как МКС закончится, что-то похожее? Ну, таким проектом могла бы стать около лунная станция, которую штаты собираются строить на орбите грубо говоря на орбите вокруг Луны. Она, это не МКС, потому что она меньше по размерам, и это такая станция, где не будут постоянно люди, они будут доставляться экипажами, проводить там какое-то время, потом возвращаться назад или на Луну, то есть такой переволочный пункт, станция Gateway. И, ну, это международный проект, в нем участвуют штаты, Япония, ЕСА, канадцы, Россия. Россия за всю свою историю, ну, после распада СССР, естественно, за 30 лет, она дважды попыталась, всего два раза пыталась запустить аппарат в межпланетное пространство, свой оба раза закончилась тем, что они приземлились на дно Тихого океана. С момента прекращения Второй мировой и полетом Гагарина прошло 16 лет, конечно, распад СССР это было большим событием, которое все это негативно было, но все-таки прошло 30 лет, и что страна, которая претендует на статус космической державы, ведущей, она не может межпланетную миссию организовать, это как-то очень грустно. Старшип и Фалкон Хэви? Ну, в Фалкон Хэви в принципе она уже летала, вроде пока никаких особых претензий ни у кого не было. Ну и Старшип, естественно. Старшип интересный вопрос, конечно, потому что в принципе я думаю, они могут вполне достичь успеха, вопрос как бы в том, насколько это у вас требовано может оказаться. Солесообразность. Да, потому что как бы Фалкон 9 в общем-то отлично покрывает большую часть грузовых потребностей, потому что Фалкон Хэви не летает так часто, как Фалкон 9 по той же причине, что чем больше груз, тем меньше больших грузов, грубо говоря. То есть маленьких спутников много, средних спутников много, но таких на объемную массу таких огромных спутников, чтобы тебе вот нужно было там 50 тонн вынести за раз, ну такого пока не бывает. Вот. Старшип может найти применение, например, американцы программы Артемис сейчас хотят возвращаться на Луну. У них проблема в том, что Конгресс и Сенат не дают деньги, ну то есть Конгресс, Конгресс 6, Сенат, правильно. Короче, они зажал деньги, они не дают деньги на того, чтобы построить собственно аппарат для того, чтобы он садился собственно говоря на Луну. И Старшип является одним из участников конкурса на этот аппарат. Ну, просто один из них кстати делает Blue Origin, ну предлагает сделать Blue Origin с командой других компаний. но Старшип получается, он все равно развивается. NASA даст на него деньги или нет, но NASA все равно не отступится, он все равно его будет делать. Так что вполне может сложиться такая ситуация, что если финансирование и дальше не будет выделяться нормально на лунный модуль, то возможно NASA в итоге все равно к нему обратится, если Старшип он к тому моменту доведет до ума. Конечно, Маск хочет его не для Луны использовать, а для полетов на Марс. Ну тут, конечно, опять же, с практической целесообразностью полетов на Марс. На данный момент я не думаю, что она реально какая-то есть. Понятное дело, что даже если там создать какое-то поселение, оно не будет самодостаточным на данный момент. Его все равно придется замужать с Луны, то есть как бы ну это на данный момент. Понятное дело, что если со временем возможно это все можно будет вытянуть. То есть когда какие-то технологии появятся новые, ну хотя бы тот же Старшип, когда реально начнет летать, если он будет вывозить столько груза, сколько заявлено, это, конечно, будет самый грузоподъемный систему на Земле. Вот. Там тоже были мечты о том, что его можно будет использовать даже для пассажирских рейсов на Земле по суборбитальных. Там за 15 минут из Шанхая в Нью-Йорк все это, ну, кажется, конечно, это все немножко оптимистично. Вот, но кто знает. С другой стороны, то, что Старлинги будут тысячами запускаться за год тоже как-то выглядело оптимистично, но по этой практике если какую-то технологию довести до ума, то все-таки оно может начать действительно работать в таком конвейерном режиме. Вот. Зачем человечеству колония на Марсе? Как ты думаешь? Ну, Маск видит это в плане того, что это как бы возможность человечества сохраниться в случае катастрофы. Ну, как ты сказал, нужно самодостаточную колонию делать, а пока мы этого не можем делать. Нужно много людей доставить туда, много, ну, регулярно их доставлять и много исследований проводить, то есть это дело не одного года и десятилетия. Возможно, это будет при регулярном грузе, грузе пассажиропотоке на Марс, Земля-Марс, Марс-Земля. Это и станет возможно, ну, не за один год и, я думаю, не за одно десятилетие. Вот. Ну, еще, конечно, научный аспект интересный в любом случае, потому что мы знаем, что на Марсе когда-то была вода, была более плотная атмосфера. При всем желании все-таки марсоходы, они, это не геолог с молотком и микроскопом. То есть, если бы можно было даже не военный. Если бы можно было каким-то образом доставить команду людей, я думаю, они бы вопрос о поисках окаменелости, которые могли остаться на Марсе, но могли бы уже быстрее решили, чем все эти марсоходы. Вот. Другое дело, что просто доставить туда людей на Марс, нужно вложить кучу денег и кучу ресурсов. Вот. Ну, это проклятие химических двигателей все-таки, потому что они, к сожалению, не очень эффективны, они просто чудовищно неэффективны. Проклятие гравитации? Ну, гравитации, земной атмосферы, чтобы ее преодолеть, тоже нужно кучу топлива сжечь. Еще потом, чтобы вернуться, нужна, типа, защита тяжелая, это все вес, вес. А чтобы лететь на Марс, тебе еще нужно топливо для маневров, чтобы это топливо вверх доставить, тебе нужно сжечь топливо. То есть, такое оно... А есть какие-то наработки нетопливных двигателей для взлета? Для взлета, ну... Но вряд ли. Ну, кроме... Не, ну, раньше в 60-х, когда можно было делать ядерные взрыволеты Ориона, которые взлетали за счет взрывающихся ядерных бомб, это, возможно, в альтернативной реальности это бы и сработало. Ну, в принципе, сам принцип стафтология, он как бы известный, он, скорее всего, реализуемый, но вряд ли в наши времена это можно будет, кто-то рискнет делать. Другой вариант, это строить на орбите корабль, условно говоря, с помощью каких-нибудь старшипов и снабжать его ядерным двигателем. Наработки по двигателям в принципе идут, но, не знаю, это все такое, как бы в космосе реально это ничего не тестировалось. Можно время от времени почитать пресс-релизы, там есть какие-то серьезные наработки, вроде бы, но как бы время идет, все это пишется, что это все вот испытывается, как это моделируется, но пока пока ничего такого. Ну, как бы вопрос от тяги, да, это основной. Если бы можно было сократить время перелета на Марс с 5-6 месяцев до 5-6 недель, это, конечно, бы дало бы огромнейшую экономию в плане полета, в плане ресурсов, которые нужно затратить, вот, как бы, но вот в этой области МАС как раз-таки не работает. То, что Starship это метановые двигатели, вот, ну, по сути, разновидность химических двигателей, просто, насколько я понимаю, идея заключается в том, что топливо для обратного полета можно будет добывать на самом Марсе, синтезируя из того, что там есть, вот. Ну, так, в принципе, еще в космосе тут много всяких миссий сейчас реализуется, межпланетных. Что за... И планируется реализовать интересно. Куда? На Венеру, на Юпитер? Ну, Венера, кстати, такая забытая планета. Почему на Венеру, кстати, не летают? Она же вроде как вторая по... Ну, просто на поверхности там плюс 500, давление 900 атмосфер, поэтому спускаемый аппарат долго не проработает. Когда стоит выбрать запустить марсоход, который проработает пару лет... Ну, с Марса будет регулярно красивые фотографии присылать. Или такой же по стоимости аппарат на Венеру, который сдохнет через сутки, а то и раньше, из-за этой жары, то обычно выбор делается в пользу Марса. А на Юпитерах, Сатурнах, там разве не агрессивнее среды? Не, ну, на самом Юпитере Юпитере же не высадишься, потому что... В смысле? На спутниках, естественно. На спутниках... Хороший вопрос. Само по себе нет, но у Юпитера очень мощные радиационные ПСА, поэтому на ту же Европу ее сложновато изучать. Там по две поверхности гигантский океан скрывается, и всем интересно, что там находится. И к Европе будет запущено несколько миссий в ближайшие годы, но они как бы будут изучать пролетами. То есть они... Потому что если выйти на орбиту вокруг нее, нужна очень толстая броня для этого аппарата, чтобы он просто от радиации не загнулся. Вот. Американцы планировали делать спускаемый аппарат отдельной миссией. Не знаю, там дело немножко заглохло, потому что... Ну, вообще там, опять же, ситуация в том, что в Америке многое зависит от Конгресса. В Конгрессе есть лоббисты, и был там у них один такой товарищ из... Я не помню, с какого штата. Он очень хотел миссию на Европу. Он реально... Из республиканской партии он ее реально тянул. Добился того, что даже выделили деньги на проработку проекта спускаемого аппарата. Но в итоге он выборы и перевыборы проиграл, и как-то после этого это дело немножко затихло. Как бы там все-таки от таких товарищей тоже не зависит такие проекты порой. Вот. Но надеюсь, что все-таки запустят ее. Еще интересная миссия в 2026 году планируется запустить на Титан, спутник Сатурна. Туда планируется запустить вертолет, который будет там прямо летать. Там плотная атмосфера? Да, это единственный спутник с плотной атмосферой. Там есть метановые озера. Так что там очень необычный мир. И в любом случае это очень интересно. Должно быть потом, что еще к Меркурии прибудет европейско-японский аппарат где-то в 2024 году. Там же вообще жара, не? Да, но теплозащитный экран все-таки ставится и эта проблема решается. Есть еще миссия к Солнцу, которая уже летает, которая сейчас приближается к нему на 18 миллионов километров. Это примерно в 2,5 раза ближе, чем в Меркурии. Может к Солнцу подойти. А в будущем она планирует довести там всего до 6 миллионов километров. То есть это впритык. Буквально там его теплозащитный экран будет разогреваться до температуры больше, чем в 1000 градусов. Что еще такого? Много миссий к астероидам. Вот миссии к астероидам, которые рядом с Убитером летают. Китайцы там реализуют ряд проектов, но китайцы, как Советский Союз, к сожалению, обычно не очень делятся информацией. Кометам бывают миссии? Да, была. Точнее, готовятся ли? Была розетта, да, Чуримова-Герасименко. Фотографии красивые были. Если хочет запустить миссию, она будет, короче, аппарат останется на орбите вокруг Земли, и он будет ждать, когда появится какая-то подходящая комета, и его к нему, к ней запустят. Чем интересны кометы так? Это что-то не солнечная система, что позволяет изучать? Ну, считается, что это такие реликты, со времен формирования солнечной системы, и там есть вещества, которые попали на Землю, помогли, собственно, и благодаря ним жизнь не появилась. Вот, ну, еще тут у нас пару лет назад начали открывать межзвездные кометы, которые в солнечную систему прилетают. Это, ну, мы до звезд добраться не можем, но мы можем просто, если мы найдем, заранее найдем какой-то такой объект, и можно будет к нему запустить миссию, мы просто сможем исследовать кусочек другой звездной системы, что... Звучит круто. Звучит круто. Вот, собственно, эту миссию, которую европейцы хотят запустить где-то к концу десятилетия, вроде как они надеются, что может быть что-то подходящее будет. С телескопами очень большой сейчас прогресс, ну, что... С оптическими на орбите, или это радиотелескопы? Ну, со всеми. Наземные телескопы когда-то считалось, что, как бы, Земли, ну, как бы, не достичь того, что из космоса, но, в принципе, нашлось много интересных способов, как все-таки значительно поднять. Тут и, во-первых, ну, собственно, банально даже цифровая съемка, алгоритм обработки данных, эти технологии создания искусственных звезд, когда просто лазер светит с телескопа на небо, там в атмосфере есть, типа, слой тонкий натрия в земной атмосфере на устье где-то 100 километров. Он его подсвечивает, дальше, как компьютер сравнивает изображение этой подсветки с тем, как оно бы выглядело в идеальных условиях, и за счет этого уносится изменение в оптику телескопа, чтобы компенсировать труболентность. Получается, да, это технология адаптивной оптики и искусственных звезд, она очень, конечно, погает. Ну, есть разные способы, там, одновременное наблюдение объектов разными телескопами, что позволяет симулировать какой-то гигантский телескоп. Ну, Хаббл все еще держится, ну, как бодрячком, он уже постепенно деградирует, потому что его последний раз ремонтировали 10 лет назад, все-таки, и больше уже не будут ремонтировать, но пока все-таки еще работает. Джеймс Уэбб, этот... Это оптический телескоп? Ну, Хаббл снимает видимым, инфракрасным, ультрафиолетовым, а Уэбб частично видимым, в основном инфракрасным. Инфракрасный, ну, считается в целом лучше, потому что, ну, когда я говорил, что сверхновые не видны из-за облаков пыли, ну, это видимый свет, не виден, а инфракрасное излучение через них проходит, то есть, в принципе, инфракрасный телескоп, он может наблюдать формирующиеся звезды, вот такие вот объекты, которые скрыты в пыли, которые в миличном пути достаточно много. Ну, вот, ну, есть еще другие проекты телескопов, экзопланеты тоже дофига просто открывают сейчас, и тоже, как вариант, мы до звезд добраться не можем пока что, но уже достаточно неплохий прогресс в плане изучения экзопланет, и новые телескопы, которые будут вводиться в строй, они должны больше давать. Что у нас с Voyager? У меня этот вопросик числится, это же вроде как самая глобальная, с какой-то точки зрения самая глобальная человеческая космическая миссия Voyager Racing, которая... По масштабам, да, а ну, он еще живой. Он еще что-то шлет обратно нам? Да, там, типа, четыре, по-моему, инструмента научных осталось, работающих. Он сейчас находится на расстоянии, по-моему, типа, 120 астрономических единиц от Земли, это примерно в три раза больше, чем расстояние от Земли до Плутона. У него работают инструменты, которые позволяют измерять магнитные поля и характеристики окружающей его плазмы. Могло бы больше инструментов работать, но там проблема в энергии, основная, потому что он получает энергию от радиозатопных термоэлектрогенераторов. Ух ты. Ну, это единственный способ. Они работают на Плутоне 208. Перед полураспада? У него период полураспада что-то вроде 80 лет. То есть, запустили в 87-м году, то есть, прошло уже 43 года. То есть, во-первых, он потерял четверть мощности из-за полураспада, плюс сама эта штука, она постепенно изнашивается, грубо говоря, теряет эффективность. Поэтому у него где-то осталось энергии на примерно 4 года, ну, 5. Они постепенно отключают датчики обогрева аппаратуры, и что самое удивительное, даже без датчиков эти инструменты еще продолжают работать. Вот, но рано или поздно все-таки это закончится. То есть, примерно через 4-5 лет тогда все. Меня всегда интересовало, каким образом, он же вылетел за пределы Солнечной системы. Да. Официально. За пределами Солнечной системы. Не, ну, не Солнечной системы, а гелиосфера. Как бы вышел, да, гелиосферное пространство, да. Я, по-моему, в бытности физфака еще слышал, что гелиосфера, она вроде как содержит в себе очень-очень разогретый газ. Ну, да, но температура, грубо говоря, просто очень... Их очень мало? Очень мало. Они, может, и движутся с большими скоростями, но их очень мало. То есть, да. Ну, окей. Я просто думал всегда, что гелиопауза, это вот типа все. Дальше ты никогда в жизни не улетишь, потому что там ад, оказывается. там просто немножко меняется конфигурация магнитных полей, и вот, значит, частиц меняются. Вот. Жаль, конечно, что новые горизонты, которые пролетели пут, он уже, у них батарейка сядет раньше, чем они доберутся туда. Вот. Ну, это, в принципе, заранее просчитывается, там. К сожалению, с законами физики что-то сложно сделать. Вот. Как ты думаешь, не пожалели ли люди, которые запускали Voyager 1, о том, что они его запустили? Это сейчас параноидальный вопрос о том, что, а если вдруг кто-то нас где-то заметит? Вот теория темного леса. Да, я когда эту книгу посчитал, я подумал, что автор удивительно оптимистичный взгляд на проблемы межзвездных путешествий, что прямо все цивилизации могут прямо-таки преодолевать расстояние между звездами, что спорно. Мне бы хотелось верить, что это так, но есть так много проблем, что сложно сказать, удастся их решить или нет, по крайней мере, биологическому виду. Может быть, кибернетической цивилизацией, может быть, или цивилизацией, которая живет представителем видов, скажем, по тысяче лет, а не, как мы там, в среднем по 80. Это мог намного проще. Вот. Ну, Voyager, они слишком медленно летят, чтобы что-то кому-то рассказать. Там десятки тысяч лет пройдут, прежде чем они даже не пролетят рядом со звездами. Они просто удалятся от Земли на большее расстояние, чем расстояние от них до другой звезды, ближайшей будет. Как бы они конкретно никакой звезде не летят. Если они где-то будут пролетать, в лучшем случае, это, знаю, миллионы лет, через миллионы лет, кто здесь будет, сложно сказать. Да, и в каком состоянии будут находиться Voyager, и как их можно найти. Это все-таки аппарат. Очень маленькие объекты. Объекты размером в пару метров, весом в тонну буквально. Как их можно будет отследить? Они же к тому моменту батарейки сядут, они не будут излучать тепла, не будут какой-то энергии только по спектру какому-то. Ну, то есть цивилизация такого масштаба, которая будет находить такие крошечные объекты, я думаю, она, скорее всего, сможет найти Землю и без помощи Voyager. Тем более, что даже сейчас мы находим экзопланеты. Конечно, не очень, так что прямо эффективно, потому что методы достаточно ограничены, но там, в каких случаях, где они работают, находим. Даже уже можно определенные свойства атмосферы узнавать, так что там же, возможно, не за горами и обнаружение планет, например, где атмосфера из кислорода состоит как вариант. Я думаю, это вполне реально. Как ты вообще относишься к тому, что мы единственные в... Ну, это уже все пошла эзотерика, моя любимая. формула Дрейка и все вот это вот вместе взятое. Ну, это было бы немножко, конечно, грустновато, если мы бы оказались единственными. Здесь и сейчас, именно в данный момент. Ну, это возможно. Проблема в том, что у нас слишком мало данных, чтобы уйти из области догадок. Может быть, мы конкретно сейчас единственные, потому что цивилизации быстро себя истребляют. Ну, мы просто можем сравнивать только собой, поэтому это одно предположение. Может быть, другие цивилизации, как в темном лесу, действительно прячутся. Может быть, проблема межзвездных путешествий легко решается в перспективе. Может быть, другие цивилизации используют, не знаю, ну, не используют они радиоволны для общения, как мы их обнаружим. Вот. Может быть, они вообще перешли на какой-то другой уровень. Ну, тогда для нас они не будут интересны. Да. Ну, тут много вариантов. Может быть, цивилизации есть, но они просто не дошли до технологического уровня. Например, ну, сколько Земля находится на уровне, когда мы могли бы какой-то контакт с кем-то поддерживать. очень короткий промежуток времени. Словно говоря, если бы кто-то остался бы установить контакт с Землей даже 200 лет назад, не получил бы ответа. А это очень маленький промежуток. Да. Так что тут слишком много вариантов, к сожалению, и слишком мало данных. Ну, если, ну, есть надежда, что станет попроще, когда все-таки то, что уже количество открытых открытых экзопланет замеряется тысячами, но пока из-за ограниченности методов в основном находят либо очень большие тела, либо те, что имеют очень небольшой период обращения. Нас, конечно, интересуют тела, похожие на Землю. Хотя, ну, опять же, мы не знаем. Например, если предположить, что вот возникнет цивилизация на какой-нибудь планете океане, ну, будет цивилизация, но они же космос-то. Явно не улетят. Ну, как с океаном можно. Я, ну, грубо говоря, мне сложно представить какая-то цивилизация в мире океана, которая... Ракеты же из воды как-то вылетают из подводных лодок. Ну, да, вылетают, но там вообще используется метод выброса сжатым воздухом, по-моему, с подводных водках. Или пороховым зарядом, они же потом все равно... Ты к тому, что твердей нету, да? Вопрос. Ну, у них не будет... Может ли у такой цивилизации быть какая-то металлургия? Зачем им вообще это надо будет делать? То есть, это все же из-за надобности возникает обычно. Вот. Сложный вопрос. Или, например, цивилизация в каком-нибудь воздушном, в каком-нибудь мире газового гиганта, которая будет обитать чисто вот в воздухе. Есть теория, что Венера может быть обитаема, но в виде микробов в атмосфере. Может быть, эти микробы могли бы развиться во что-то, какие-то летающие формы полноценные, но они же вряд ли тоже сумеют что-то создать. То есть, вариантов очень много, а реальность нам не очень известна, к сожалению. Хорошо. Раз уж мы уже ушли от истории, от всего такого околонаучного, ты уже не раз, не раз, мне кажется, упоминал фантастов за сегодня, плюс темный лес. Ты читаешь фантастику? Иногда. Иногда. Ну, да. Находится время, тут просто частенько бывает, что смотрю отзывы на книгу, вроде хочется почитать, читаю и как-то в момент думаю, блин, как я опять там обманулся или что-то в таком плане. Ну, то есть, кажется, что как-то не то, что хочется. Что самое прикольное удалось прочитать из фантастики за последнее время? Самое интересное? Ну, технически последнее все читал, это как раз-таки темный лес был, всю эту трилогию осилил, но третья часть мне, конечно, не очень понравилась. Она очень абстрактная была. Абстрактная мне очень понравилась, я вначале подумал, что это какая-то пародия на главную героиню, которая прямо такая... Я понял, основное преимущество в том, что она какая-то красивая, стройная, что они как будто совершают одну и ту же ошибку пару раз подряд, и так... Я думал, это может быть какая-то пародия на феминизм или что. Блин, ну там полет... Ну, я понимаю, на полном серьезе написано, но то есть это как-то очень странно, то есть героиня какая-то странная... Ты в персонажей, видимо, да, вот прям очень любишь отслеживать персонажей. Ну, там еще какие-то просто вот еще какие-то боги из машин, не знаю, что это измерение были. Первые две мне больше намного понравились, да, действительно. Они более понятные были. Третья прикольная концепция, но что-то, как часто бывает в трилогиях, как-то всегда есть какая-то часть, которая явно слабее двух остальных, в данном случае третья. Я жду, должны на русском напечатать революцию в стоп-кадрах Петра Уотца. В принципе, его люблю как автора, мне ложная слепота нравится, очень даже их апроксия. Ох, ложная слепота, я по-моему, даже читал. Эхапроксия поменьше, ну, тоже интересно. Вот. Революция в стоп-кадрах, там я несколько рассказов, по-моему, из этого Ско читал, но, как бы там, я так понимаю, все целиком еще не видел. Вот этого я жду, хочу посмотреть, почитать. Не читал Вернурда Винджа? Пламя над бездной? Не, вот как-то с космооперами у меня... Не очень? Не, оно иногда интересно, но как-то, как-то, чтобы угадать, я вот читал эти вот Леки, это ее трилогия про корабли, там, где в языке нет мужских имен. Это прикольная концепция, но реально вот из этого трилогии мне больше всего запомнилось, наверное, бесконечно описание каких-то чайных церемоний, сервизов. Но первая книга мне в целом даже с учетом этого понравилась, но остальные как-то ушли слишком в эти чайные церемонии. Не знаю, мне не особо это зашло. Стивенса читал там Семьеви, вот это вот концепция интересная, но тоже как-то вот, как часто бывает, начинается хорошо, но дальше как-то начинают скминяться к сюжету, какие-то вопросы возникают, это мне как-то, если уж автор пытается играть в реалистичность, то как-то мне хочется, чтобы оно до конца продолжалось. Вот. Что еще такого читал? Интересно. Кто-нибудь из старых классиков? Ну, мне нравится вот... Азимов. Ну, скорее Кварк, наверное, больше нравился, там эти вот Свидания с Рамой, вот такая прикольная... Вечная... Молодость, молодость, это его нет? Может быть, да. Ну, я не знаю, что тоже не то, чтобы я прямо все читал, но Свидания с Рамой и Пантаны Рая, вот это вот его... Ну, Космическая Одиссея тоже с Кубриком это прорабатывал проект, написал роман на основе рассказа, Кубрик написал сценарий. Вот. Азимова мне основание читал, ну, мне, наверное, у него больше Конец Вечности нравится, но он не про космос, но он как бы про то, что они делают выбор отказаться от путешествия времени в пользу космоса. Спойлер. Ничего страшного. Ну, мне, да, старые фантастики, конечно, в чем-то нравятся больше, чем новые, потому что тогда все как-то было намного проще, и это сейчас надо поражать какими-то там постоянно концепциями сложными кучей научных терминов. Иногда, мне кажется, авторы даже слишком перестараются, но... А тогда все как-то было просто. Я смотрю с точки зрения современной какой-то драматургии, я думаю, блин, там же персонажи, у того же Кварка вообще обычно очень схематически прописаны. Его бы сейчас на рецензенты просто зарубили бы за все это дело. Ну, типа, какие-то у тебя марионетки там действуют, что безликие. Ну, не всегда, конечно, но кое-где. Вот. Ну, в общем-то это мне и импонирует все-таки. То, что писать, как Петроц пишет, ну, может, он так и пишет, но остальных это обычно хуже получается. Ну, лицесень, да, надо что-то еще попроще смотреть. Гиперион читал? А, ну, Гиперион одна из единственных немногих космооперов, что мне понравились. Космоопера? Гиперион, да. Ну, да, это классическая космоопера, я бы сказал бы. Ну, не то, что прямо классическая, то есть, я не знаю, есть ли вообще что-то, что можно назвать классической космооперой, но вообще-то все признаки уяснил. Ну, да, первая книга вообще просто там шесть историй, и каждая история в своем отдельном жанре, но в целом такая космоопера, но там есть типа и киберпанка немного, и какое-то такое экзистенциональное что-то про этого пастора, или кто он там был, священника, священника, и боевая фантастика, вот, и все это. Ну, продолжение мне тоже, в принципе, нравится. Последний у меня остался вопрос на повестке, который хотелось бы у тебя узнать, спросить твое мнение, какие проблемы человечества. В общем, тебе кажется, стоило бы обратить больше внимания, чем сейчас обращают? По сути, мы сейчас живем в эпоху великого вымирания, потому что практически все виды вымирают. Я где-то слышал цифру, что примерно 95% всех птиц на Земле это корицы, то есть физическое число. Слушай, но это антропоморфный фактор. Ну да, но просто к тому, что в скором времени ничего не останется относительно так, я думаю, если это все так будет идти. Выбросы вредные, ну есть, конечно, хорошая инициатива по их предотвращению, но опять же, они соблюдаются не всеми странами, плюс обычно, когда пытаешься решить проблему, она порождает другую проблему, условно говоря, электромобили это вроде как хорошо, но мы добываем для их аккумуляторов редкоземельные элементы из Китая, если посмотреть место их добычи, оно выглядит как какой-то локация для постапокалиптического фильма, там, мертвый пейзаж, это очень вредное производство, и то есть еще вот такой вопрос возникает, условно говоря, мы вообще снижаем выбросы или наоборот их больше становится от всего этого. То есть, мне кажется, как-то надо больше обращать внимание на то, что все-таки эта вся наша система, она хоть и находится в равновесии, но она на самом деле довольно хрупкая, и небольшой такой толчок, она способен в принципе нести серьезные изменения, по крайней мере, опять же, по этим оценкам, насколько я слышал, льды Гренландии сейчас ставятся такими темпами, что где-то к третьему тысячелетию Гренландии льда уже не останется, то есть по человеческим меркам не так и много на самом деле, словно говоря, вот. И стоит ли ждать какой-то подвох от космоса, как ты думаешь, извне? Ну, всегда есть какая-то вероятность, что что-то на нас может упасть, как бы, вопрос в том, что более вероятно, что менее вероятно, ну, если брать конкретно астероиды, могут, относительно небольшой астероид может упасть, потому что мы его пропустим, но небольшой астероид в принципе, ну, он может принести ущерб, может принести большой ущерб, но небольшой астероид 40-50 метров нас никак не убьет. Ну, все равно, что атомную бомбу взорвать над городом, грубо говоря. Зависит от того, над какой высоте он задетонирует. Он задетонирует? Он не просто в землю... Ну, там есть так... Зависит вообще от размеров его и состава. Некоторые могут и до земли добраться, как в Аризонский кратер. Он там, по-моему, примерно километр в диаметре. Осталось, по-моему, от километров 40. А Челябинский метеорит был, по-моему, 15 метров, он взорвался в воздухе. Тунгусский, ну, точно неизвестно, что это было. Он взорвался в воздухе, но, условно говоря, если бы это было над городом, это было примерно как ядерный взрыв, хоть он на большой высоте. Астероиды мы достаточно хорошо изучили. Реотность того, что астероид из Солнечной системы такой вдруг большой упадет, маловероятно. Но есть еще кометы. Кометы имеют свойство... Ну, по крайней мере, упадет, я имею в виду в ближайшие 100 лет, грубо говоря, да. Кометы имеют свойство прилетать из дальних уголков Солнечной системы. Неожиданно. Как вот Хейла Бопа в 98-м году. Она достаточно большой была. Ну, вероятность этого невелика, что она вдруг прилетит, и она вдруг с ее территорией Земли пересечется. Но она всегда есть. Ну, еще есть третий фактор, как эти межзвездные астероиды и межзвездные кометы, которые мы только недавно стали находить. Вот. Они тоже могут как бы прилететь из ниоткуда. И, ну, тут как бы такой фактор, что они движутся с большими скоростями. Соответственно, чем больше скорость, то даже при том же размере, ну, кинетическая энергия будет больше, чем большего тела, но с меньшей скоростью. Но, опять-таки, это все в вероятности. Вероятность этого, что это случится на нашем веку, очень невелика. Но она всегда есть. Вот в космос всегда может какой-то сюрприз подкинуть. Может сверхновая вспыхнуть, гамма-вспышка произойти. Все, вероятность астрономически низка, но она все-таки не нулевая. Хорошо. На этой веселой ноте мы будем завершать. Давай для самых преданных слушателей еще раз повторим, где тебя можно искать. Кирилл Размыслович, рассказывай. Да, меня можно найти. Я веду в один из авторов канала в Телеграме Rings and Moons. Надеюсь, там будет ссылка в описании. Да, все ссылки оставим. Я по некрофиле все еще веду ЖЖ. Я обычно репощу тексты, которые я по работе делаю. Так что не то, что я туда что-то отдельно пишу, но, в принципе, это можно и на сайте найти, журнал Universe Space Tag, куда я обычно пишу. Ну, изредка бывает что-то такое добавляю. С мира фантастики иногда материалы репощу туда, потому что они тоже на свой сайт обычно не всегда выкладывают, а я через пару месяцев все-таки это выкладываю. Вот. Так что, в основном, меня сейчас можно найти там. Инстаграм? Инстаграм. Вален, какой Инстаграм? Инстаграм будет в ссылках. А, ну, Инстаграм, как примерно мое, у меня только перед буквой L цифра 2. Кири 2LL. Вот. Единственное, что у меня профиль закрытый. Так что... Ну, времена такие, понятно. Да, такие времена. Ну, я не знаю, там Инстаграм, когда ты забыляешься, можно написать? Зачем? По-моему, да. Ну, да, если... Лучше, конечно, если можно, то да. С сопроводительным письмом. Ну, не сопроводительным письмом, просто, типа, там, слушал подкасты, что-то компания, достаточно всего. Хорошо, большое тебе спасибо, Кирилл, что пришел и рассказал нам эту историю замечательную. Да, надеюсь, надеюсь, понравится. Вот. Спасибо, что послушали. Ну, надеюсь, еще увидимся. Да? Услышимся. Субтитры подогнал Игорь Негода.